Да, это снова они. Их не остановить. Финский феномен и корейский монстр. Девятикратный победитель этапа World Championship Series и DreamHack Masters и четырехкратный чемпион GSL. Serral и Maru. Два лучших игрока в мире самой популярной стратегии реального времени. Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и добро пожаловать в финальный поединок турнира King of Battles 2. Именно здесь Serral и Maru сыграли матч года в 2021 Старкрафтерском календарном году. В левом верхнем углу Юна Сотола Энс Сэррл. Финский чемпион мира 2018 года. Его соперник корейский теран Maru. Игрок команды Envy, абсолютный рекордсмен и четырехкратный чемпион корейской Global StarCraft 2 лиги. Мару и Сэрл уже неоднократно становились героями великолепных поединков на нашем канале. Более того, неоднократно именно с их участием происходили какие-то совершенно выдающиеся партии, которые, наверное, достойны того, чтобы войти в золотой фонд мира Старкрафт 2. Но доселе их поединки не радовали какой-то, знаете, чересчур крутой интригой или чем-то большим, чем, может быть, один сверх запоминающийся красивый макросет. Теперь все будет по-другому. Они играют в матчи до четырех побед. Нет, это не какой-то там слабенький турнирчик. Это не какая-то жалкая групповая стадия, в которой максимум играется BO3 или BO5, то есть поединок до двух или до трех побед, и в котором мы даже не успеваем полностью раскрыть характер противостояния. Здесь Сэрл и Мару готовы показать все, на что они способны. Финал турнира King of Battle с того самого соревнования, которое в первом своем сезоне подарило нам долгожданную встречу Мару и Сэрл. А тот поединок мы называли не иначе, как Матч Века. Настолько он был долгожданный, но на Матч Века он, наверное, не тянул именно по своей масштабности. Все-таки BO3 и всего час, всего-навсего час отборного Старкрафта. Разумеется, в битве до четырех побед все может быть совсем по-другому. Поэтому открою вам страшную тайну. В подавляющем большинстве случаев я комментирую какие-то поединки в мире второго Старкрафта на своем YouTube-канале, уже зная результат, ну или по крайней мере зная характер отдельных игр. То есть я что-то где-то видел, знаю, что матчи достаточно интересные, и поэтому в чем-то мои впечатления не искренние, не свежие, не полноценные, ну называйте как хотите. В этом финале все по-другому. Я не видел ни одного сета этого противостояния. Я комментирую его для вас специально. Вот как только закончился турнир, я получил эксклюзивный доступ к реплеям. Я не знаю ничего, что здесь будет происходить. Я работаю в прямом эфире. Вместе с вами мы будем наслаждаться этим невероятным противостоянием. Поехали! Мару в первом сете на карте Curious Minds играет в дабл-дроп. У него было не самое удачное начало. Был потерян рипер, и как будто бы Мару получил не очень много полезной информации от этого рипера. Тайминги выхода первых морпехов в атаку тоже, наверное, не очень крутые. Да, вот они, 16 морпехов, вот два медивака, которые их поддерживают. Уже пошла шестая минута игры, а Мару все еще бегает где-то в районе башни Зелнага. Короче говоря, никакого серьезного давления он на Серла не оказывает. Но при этом понятно, что у этой армии неплохой потенциал для того, чтобы нанести урон. Если не мгновенный, то на дистанции. Там где-то почистить крип, где-то, может быть, забрать пару ценных юнитов у соперника. Где-то вот пролететь на мейн, может быть, повоевать с королевами, которые же ждут, не дождутся. Когда же медиваки прилетят к ним в жаркие объятия, разворачивается Мару в последний момент и спасает медивак на красный хп. Пока вот, вы знаете, ощущение, будто Мару то ли не идеально размялся, то ли, может быть, на пинге играет, но как-то вот не складывается у него. Медиваки просто возвращаются домой, особого урона он сопернику не нанес, а у Серлато дома полный порядок. У него три базы, и обратите внимание, здесь уже минеральная экономика идеально раскачана. Есть неплохая группа роучей, которая готова встречать этих юнитов соперника и готова контролировать карту, защищать свои базы от начала до конца. А у Мару вот только-только третий командный центр готов, и он тут пока довольствуется тем, что какие-то криптуморы сносит. Ну, что он, довольствуется объедками с барского стола. Вот так можно охарактеризовать происходящее со стороны корейца. Дроп мины Сэрл! Ну, как обычно, конечно. Отконтролил по максимуму даже спас дрона, который завернулся в справовой колонии. Того только одного рабочего потерял он в этом эпизоде. Еще один дрон, видимо, был потерян где-то как-то ранее. Этим дропом Мару по-прежнему просто карту контролирует. Так, знаете, пытается Мару тактику мягких тисков применять, если так можно выразиться. Не сказать, чтобы он прям жестко тисками какими-то щемил своего соперника. Но, так знаете, аккуратно вот он там чуть-чуть поджал, там чуть-чуть, там как-то вот заставил соперника почувствовать себя дискомфортно. Там вроде бы немного ограничил подвижность. В общем, пытается, так знаете, прощупывая своего соперника действовать корейский стратег. Что касается Фина, то он себя вообще ни в чем старается не ограничивать. Да, местами ограничивает соперник, но сам Сэрл, знаете ли, очень плотно кушает. Вот и изволил покушать и базу в левом нижнем углу. Именно там будет его четвертая, а не здесь, как в большинстве случаев делают зерги на Кьюриос Майнс. Мару только сейчас, собственно, получил какую-то адекватную армию, там, с танками, с апгрейдами 1-1, со стимпаком, со щитами. Только сейчас его войско по-настоящему боеспособно. Но, что характерно, именно сейчас Сэрл собирается устраивать настоящий экзамен для корейского прогеймера. Потому что именно в этот момент он нападает как раз по готовности его собственных грейдов 1-1. И Мару понимает, что задача обороны третьей базы это нечто совершенно непостижимое для него сейчас. Как отбить третью, непонятно. Нужно просто уходить на возвышенность и пытаться хоть как-то отбиться здесь. Очень грамотное решение от Мару. 9 терминов из 10 в этой ситуации попробовали бы дать бой за третью. И, собственно, на этом все бы для них и закончилось. Мару не такой. Мару пытается потянуть время здесь. Он теряет огромное количество хранилища. Естественно, оказывается в диком сапплай-блоке. Он мгновенно реагирует тем, что бросает экстра сапплай, да, освобождает для себя немного лимита. Но все равно, видите, внизу красный лимит. Мару ничего строить не может. И, конечно, Сэрл это устраивает. Естественно, Сэрл устраивает то, что соперник на двух базах сидит. Мару все еще вынужден действовать максимально осторожно. Но понятно, что на третью базу переходить хоть как-то да нужно. У Сэрл 200 лимита. У Мару 120. Тем не менее, Мару готов драться. Очень мощные выстрелы танков заставляют Сэрл вести себя чуть скромнее. И позволяет Мару лелеет надежду на то, что сейчас он вернется на свою третью базу. Как же Мару внезапно-то прям перед атакой соперника, как будто загрузился в эти три медиуака. Ничего не смущает этого корейского профи. Железные нервы, нервы и стальные причиндалы и все остальное есть у Мару. Что позволяет ему сейчас просто оставить без прикрытия танки его основной капитал. И вот так вот смело на форсаже полететь в левый нижний угол. А там-то уже вовсе идет обычай на четвертой базе. У Сэрла все схвачено. У Сэрла полный порядок на карте. Мару, кстати говоря, вот именно об этой базе-то толком и не в курсе. И не слышал, и не видел, и не знал, и не чуял. А сейчас что происходит? Сейчас Сэрл делает вид, что он готов набрасываться на танки. Тем самым заставляет Мару даже рабочих срывать в отчаянной попытке эти танки защитить. Четыре танка у Мару. Еще по два у него постоянно строятся. Сэрл вновь расплетился и широченным фронтом нападает на позиции Мару. Мару хорошо разбегается войсками в разные стороны. Посмотрите, какой мулопад на третьей базе. Да, Мару отбился, и Мару уже вовсю возобновляет добычу на третий. Мару живет, это самое главное. Я бы не назвал эту жизнь прям, знаете, такой счастливой и безбедной. Но, по крайней мере, Мару пока может стабилизировать ситуацию. Еще немного покачать на третий. Ставится четвертый командный центр. Делаются грейды 2-2. В конце концов, как раз синхронно с грейдами Зерга они появятся. Сэрл по-прежнему идет вперед. Он не оставляет соперника в покое. Как будто собирается применить тот самый рецепт, который, казалось бы, он уже изобрел в недавнем противостоянии с Мару. Помните, буквально их предыдущая баталия, где в третьем сете на 2000 атмосфер Сэрл просто давил, давил, давил и не мог его остановить Мару. И вышло так, что та игра закончилась очень быстро. Мару вообще ничего не мог противопоставить безостановочному давлению Сэрла по всем фронтам. Здесь происходит то же самое. Причем на этот раз не через Лингов и Беллингов, а через Роучи и Реведжеров, которые как будто еще более эффективны в этом давлении. Эрбитальная станция Мару поднимает ее кореец и удается пока спасти. Просто невероятно, какое количество коррозивбайлов приняла в себя эта орбитальная станция. Это коррозивбайлы, которые не попали по танкам и по пехоте. И может быть именно это гроссмейстерское решение оставляет Мару в игре. Но нужен скан, нужен скан для того, чтобы почистить крип, из-за которого теперь уже просто не может приземлиться орбитальная станция. Сэрл не останавливается. Он продолжает давить, он снова идет вперед. Новые коррозивбайлы, нужен скан, да, забирает Мару эти криптуморы. Сэрл за 11 минут дотянул крип до базы соперника, несмотря на отчаянное сопротивление Мару. Мару, посмотрите, в каком красивом шахматном формате раскладывает танки. Пока это не помогает сдержать давление Фина. И еще порция коррозивбайлов, да, это орбитальная станция уже в слишком тяжелом положении. У Мару появилась альтернатива для третьей базы. У него 80 боевого лимита. Грейды 3-3 заказаны у Сэрл, а не заказаны у Мару. У Мару совсем не до того. Обычно вот именно пехота превосходит войско зерга в апгрейдах. Тут совсем другая ситуация. Пытался, видимо, пробежать вперед и зафокусить вайпера Мару. Ничего не получилось. Сэрл шикарно работает своим войском. Наш экран постоянно здесь. Видите, мы вообще не обращаем внимания на другую половину карты. Мару, который, как правило, задает высокий темп в игре, на этот раз вообще не имеет никаких опций для контр-игры. Сэрл максимально жестко придавил и прижал Мару к его собственным локациям. Одна единственная была крупная вылазка тремями деваками в левый нижний угол, и мы помним, как она закончилась. Мару пришлось стремглав бросаться домой. У Сэрл уже есть пятая база. Люркеры заказываются. Грейт на дальность атаки люркером. Идет, и далее будет Грейт на скорость перемещения, естественно. У Мару только третий на атаку пока делается. Вот что он смог себе позволить. Экономика при этом не такая уж и плохая у Терна. Сейчас у него 65 рабочих, и есть 4 локации. Можно здесь попробовать люркера фокуснуть, но не стал рисковать Мару. Понимая, что вайперы рядом, а это чертовски опасно. И сейчас как раз с вайперами нападает Сэрл и выдергивает танки. Мару в это время пытается провести контратаку на другом фронте. Здесь есть паровая колония, но она стреляет по пустому медиваку. Полные медиваки где-то там с другой стороны. И тут викинги, которые готовы прогонять вайперов. Мару даже к этому подготовился. Господи, какую игру Мару стабилизирует? Откровенно, я в какой-то момент уже готовился объявлять поражение Терна в первом сете финала. Ну как там Сэрл давил вообще совершенно несусветным образом? А здесь эта игра продолжается еще. Как продолжается? Мару продолжает разводы Харасы по всем направлениям. Да, здесь Корозив Байлом и Сэрл пытается поймать своего соперника. А сейчас Сэрл, видимо, будет нападать на планетарную крепость. И Мару вне позиции. Все танки находятся совсем на другом участке фронта. Но здесь планетарка и здесь либераторы. В этот момент еще Люркер закопался. Как же Сэрл со всех сторон напрягает Мару. Здесь расплетелись медиваки в разные стороны. Три медивака на красный ХП. Возвращаются домой. Вот только мимо Гидролийского. Они возвращаются. Ай-яй-яй! Какая потеря для Мару. Казалось бы, вот как раз вроде стабилизировалась ситуация. Как раз вроде все неплохо было. И тут-то... Тут-то Сэрл поймал соперника. Медиваки пролетали на красный ХП. Мару просто не готов был к тому, что там еще и Гидролийский рядом оказались с его войском. Мару, тем не менее, живет. Опять же, для него главное жить. Потихоньку копить танки, либераторов. В перспективе гастов. Просто выживать. У соперника не такой уж и большой запас по ресурсам. Там, если Сэрл проиграет какое-то одно сражение, расклады в игре могут резко измениться. Сэрл добавляет Бейлинг Нест. Видимо, рассчитывая на то, что дальше он именно при помощи лингов и бейлингов будет пробивать эту танковую блокаду. И похоже, что Сэрл имитирует агрессию слева. А Санта нападает справа, где нет сенсорной вышки. И где не мог знать Мару о том, что соперник вот так резко и жестко наломится. Здесь планетарная крепость. Она пока держится. Огромное количество люркеров атакует пехоту. Мару отступает. Мару понимает, что против этой люры сейчас безумно тяжело. Еще и просветки не было. Ай-яй-яй, планетарная крепость будет потеряна. Будет отдана. Мару вынужден отступить. Появились первые гасты. 120 лимита у Терна. Есть гасты, есть либераторы. И даже третий грейд на атаку есть. Но Сэрл очень красивым маневром забрал у Мару. Очень весомую часть его экономического потенциала. Полетела орбитальная станция с Мэйна. Мару будет пытаться восстанавливать. Здесь базу. Выглядит как какая-то очень продолжительная агония Терна. Но на самом деле Мару-то реально здорово цепляется. И мы с вами очень хорошо понимаем, что если у Мару будут гасты. В большом количестве с либераторами и с танками. То игра может очень сильно измениться. Как же Сэрл играет. Сэрл только что просто великолепным маневром реведжерами сбил. Пару либераторов. Здесь танки стреляли по люркерам. Но Сэрл успел и люркеров спасти на красный хп. Мару все еще без грейдана армор. Здесь по-прежнему один люркер закопанный. Группа реведжеров терроризирует экономику Мару. Мару очень тяжело. Танков-то много. Но разложить их таким образом, чтобы они прикрывали одновременно две базы, достаточно сложно. Сейчас реведжеры пытаются с этими гастами и с пехотинцами как-то повоевать и разменяться. Но как-то отдает их Сэрл. На самом деле, мне кажется, Сэрлу уже плевать, выживут эти реведжеры или нет. Ведь он восполняет свои потери отнюдь не новыми реведжерами. Он лингов и бейнингов заказывает, полностью перестраивая в своем составе армии. Плевать, что у лингов и бейнов сейчас всего плюс один на коготь. И там-то тоже армор не максимальный. Это во-первых. Во-вторых, просто линги-бейнинги это такой более дорогой на единицу лимита состав армии. И сейчас весь этот состав армии приходит в атаку. Да, быстро викинги справляются с вайпером. Но вайпер напоследок бросает паразитическую бомбу. Здесь снова один-единственный люркер сбивает добычу. А здесь гидролистки прорываются вперед и заставляют Мару капитулировать. 1-0 в финале King of Battles. 2-й сет состоится на карте Glitter and Ashes. Именно здесь, в левом нижнем углу, появился 23-летний Фин Йона Сотола. Он же Сэрл. 24-летний кореец Чосон Джу, он же Мару. Красный террин справа сверху. И во втором сете мы видим, что Сэрл решил изменить дебют. Причем радикально. 6 зерглингов. Именно такой старт от Финна. Очень неожиданный для Мару. Мару вообще не проводит какую-либо разведку, посмотрите. Он просто ставит дома барак, газ, командный центр. Рипер летит вперед по стандартной траектории. А зерглинги Сэрла уже мчатся в бой. В такой ситуации террин может оказаться в огромном минусе с самого начала игры. Потому что рипер в другой части карты. Здесь он ничего не добьется, потому что дома у зерга будет королева. Дома все, что есть у террина. Это один морпех против сразу 6 зерглингов. При том, что даже пары собачек будет достаточно, чтобы справиться с морпехом. Да, Мару сразу же уводит рабочего. Выводит огромное количество ССВ. И сейчас попытается справиться с этими собаками и минимизировать потери. Рипер возвращается домой, естественно. В атаке ему делать нечего. Здесь Мару начинает свое сражение рабочими зерглингами. Продолжает строить командный центр. Уводит биту из ССВ. Что вытворяет Мару? Мару только одного рабочего пока теряет все. И возвращается домой рипер. Мару потерял всего-то навсего. Одну из ССВ. Одного рабочего разменяв на 6 зерглингов соперника. И... Ну, может быть, еще немножечко... Вот... Отдал он в плане тайминга постановки командного центра. Но это совсем мелочи. И... Невероятный микроконтроль от Мару. Казалось бы, Сэрл сыграл тот дебют, который прям должен застать соперника врасплох. Но... Даже если Мару застали врасплох, слишком хорош кризис-менеджмент этого парня. Для того, чтобы с 6 зерглингами без скорости можно было бы серьез... Что-то сделать корейскому микромонстру. Появляются на карте первые гелионы. Что? Еще один барак и третий командный центр. Да, Мару решил, что клин клином вышибают. И если соперник так здорово... Отыграл экономические в рамках предыдущей партии. И не позволил Мару нанести сколько-нибудь серьезный урон в первые несколько минут игры. То стоит ответить макробилдордерам уже со своей стороны. И попробовать получить экономическое преимущество во втором сете. Вполне логично рассуждает Мару. Если, конечно, мне удается хотя бы минимально попасть в его рассуждение. Королевы забрали рипера, но перед этим рипер на пару с гелионами уничтожил два криптумора. Тем самым замедлил распространение крипа со стороны Сэррла. Сэррл увидел третий командный центр. Он понимает, против чего играет. Он и новый барак увидел, и тайминг старпорта. Он увидел вообще абсолютно все. Сэррл сейчас сможет очень четко планировать свои последующие действия на карте. Для начала он, разумеется, просто максимально активно раскачивает минеральную экономику. Для того, чтобы у него все три минеральных линии добывали именно так. По 16 дронов на каждой базе. Гелионы не пропускают этого зерглинга. У Мару уже пошли две инженерки для апгрейдов. А вот Сэррл не спешит ставить эволюшины. Для того, чтобы заказывать свои грейды 1-1. Он для начала делает лейры Бейлинг Нест. То есть его ставка будет связана с апгрейдом на скорость Бейлингом. Который он попытается получить по максимально раннему таймингу. Сэррл проверяет, не полетел ли еще вперед Мару. Потому что, видимо, не до конца он тут понимает посекундно, какие будут тайминги у соперника. А Марушек, к слову, готов стимпак. И щиты делаются. Так что его морпехи будут весьма боеспособны уже через полминутки. Сэррл ставит четвертую здесь. Ну, вот такая любопытная конфигурация. Вот, брать ли внимание на Кьюрис Майнс? Где Сэррл шел в роучей, в, казалось бы, куда менее мобильный, куда более позиционный лимит. Сэррл базами растягивался. Он брал их вдоль одной вертикали. Здесь Сэррл строит такую себе крепость. Такая трапециевидная конфигурация получается у Сэррла. Четвертая база, третья, вторая и здесь главная. То есть вот эту локацию он пока брать не спешит. Несмотря на то, что он играет именно в линговый бейлинг, в котором как раз широко так разбегаться в разные стороны, вроде бы проблемой быть не должно. Но у Сэррла есть явно свой взгляд на то, как именно нужно брать базы и как именно распространять свои владения на таких макрокартах, как Глитри Нэшес. Вот тут очень важный криптумор, до которого Мару не дотянулся, а зря. Потому что теперь у соперника будет здорово тянуться крип ближе к центру. Если бы он успел забрать этот тумор, то он не успел бы появиться и следующий активный. Так что Мару бы прям все поползновения Сэррла территориальные на этом участке карты притормозил бы на какое-то время. Пока, пока остается Сэррл при своих. Да, у него тут все очень неплохо. Очень быстро продвигается разрастание его владений. И тот самый апгрейд, ради которого Сэррл шел в быстрый лейер, апгрейд на скорость бейлингом, буквально вот-вот будет готово. Вместе с этим апгрейдом, естественно, Сэррл будет готов принимать сражение против любых групп пехоты без поддержки танковый мин. Эти морпехи уж точно не станут для него проблемой. Чуть-чуть осталось потерпеть. 15 секунд. Терпеть будут королевы. Они просто готовы хилить друг дружку и отбрасывать этих морпехов назад, пока у них нет каких-то собственных апгрейдов, да, на атаку или на армор. Мару, как обычно, включает давление по двум фронтам. Запускает группу морпехов слева. А здесь уже играет на мувбейном. Появляется и заставляет Мару сразу же загрузиться, улететь. Снова мы видим пока абсолютную идеальную оборону от Сэрл, а вообще не прикопаться к Финну. И Финн играет в муталисков на этот раз. Да, Сэрл теперь действует совсем по-другому. Здесь снова прессует именно королеву Мару. Одну королеву удалось отжать, это уже неплохой результат. Грейды 1-1 появились у Терна. И 2-2, да, надо прям сразу заказать. Как только появятся деньги у Мару, потому что первенство по этому апгрейду, ну или точнее по этим двум грейдам на атаку и на армор, позволит ему впоследствии давать очень выгодные сражения. Но для начала Мару бы понять, что он против муталисков играет. Мне кажется, с этим проблема у Мару нигде нет туреток. Так, Сэрл может застать соперника врасплох. Сэрл попробует именно здесь застать врасплох. Забрать эти медиваки и снять с себя часть давления. Окей. Логика ясна. Но один медивак, видите, прокрался. Пролетел мимо муталискова Королева. В итоге здесь высаживаются Марьки. Мара просто время тянет. Он понимает, что особо ничего не добьется. Но сколько-то времени потянет и даже на натурале в итоге высадится и заставит отсюда везти рабочих на какое-то время. И даже Королева почти добил Мару. Ну что, неплохой результат. Этот дроп мог бы умереть вообще бесплатно. В руках терна послабее. Так или иначе, Мара сейчас будет прижат к своим базам. Даже с учетом того, что теперь муталиски его не застанут врасплох, да? Не застигнут в каком-то дискомфортном положении, когда у терна и туреток нет на позиции, и морпехи где-то там гуляют. Все равно Сэрл явно прижал оппонента к его собственной половине карты. И мы помним, чем все это закончилось на Кириос Майнс. Сэрл снова играет с позиции силы, с позиции зерга, который прям всю карту нещадно отжирает. Очень активно распространяет свои владения. На этот раз будет играть именно через мута Линга Бэйна. Вот очень любопытные именно эти игроки, именно их противостояние тем, что они совершенно разные игры, совершенно разные составы армии нам готовы демонстрировать. И, естественно, каким бы ни был состав армии, микроконтроль от Сэрла и Мара будет на уровне. Мара разобрался с этой атакой, отбился от первого наступления соперника. Не стал лезть дальше Сэрл, видя такое количество туреток, видя планетарную крепость, которая практически была готова на момент налога. Мара достроил сенсорную вышку, она догорает. Вот это, конечно, неприятное свойство терминовских зданий. Пока здание не достроено, оно не горит, оно хп не теряет. Потом ты отправляешь рабочего строить здание, которое уже сильно повреждено. Оно достраивается и тут же сгорает. Всегда казалось это максимально несправедливым, но ничего не попишешь. Такова жизнь, таковы суровые правила Старкрафта. Сэрл заказывает закопку. Видимо, попытается он добавить еще и прием закопанными бейлингами в свой и без того уже кажущийся бесконечным арсенал игровых приемов. Делается также хайв. И вот Мару продолжает исправно заказывать один грейд за другим, сохраняя свое преимущество по этому компоненту. И тем самым, наверное, заставляя Сэрла вести себя скромнее. Посмотрите, какая оборона от муты! Какая оборона! Здесь Тор есть, но он подойти не может, ему танк мешает! Ай-яй-яй! Достраивается еще Туретка. Тут еще мины есть в очень интересном месте. Закопаны и тут еще есть мины! И группа пехотинцев тут есть, которые очень здорово принимают этих юнитов Зерга. Вообще не приткнуться Сэрлу. Слева уткнулся в пехоту и планетарку. Ничего не получилось. Попробовал справа подлететь муталистками. М-м-м, без вариантов Туретки и морпехи. Попробовал со стороны третьей базы зайти муталистками. Тоже не вышло. Лингами и бейнами слева, и там без вариантов. Фантастическая игра пока от Мару в обороне. Вообще не получилось расшатать своего соперника Сэрлу. Не удалось расшатать, в отличие от карты Кириос Майнс. Где, безусловно, расклады были другие. Снова Мару, видите, реагирует на потенциальный всего лишь прилет муталистков тем, что уже заранее делает передроп пехоты на мейн. Не склонен недооценивать угрозу муталистков Сэрла Мару. Это, безусловно, абсолютно правильно. Это какая-то очень амбициозная группа пехоты. Она так, знаете, просто забежала и убежала от нас в мир иной. Но зато эта группа пехоты позволила Мару идентифицировать, где конкретно сейчас находятся муталистки. Видите, каким широким фронтом растягивается его войско. Сэрл пытается на этом его поймать, но тут какие-то абсолютно феерические взрывы мин, которые заставляют Сэрла отступить. Очень грамотно все делает Мару. Да, Сэрл еще и справа пытается бейнами закатиться, но здесь тоже без вариантов, потому что здесь уже находится группировка Терана. 3-3, Грейды скоро будут готовы у Терана. 3-3 на зерковские 2-2. А у Мару дела идут очень недурно на глиттере Нэшес. Сейчас бросает Мару скан, чистит крип. Склонен сейчас Мару так аккуратно продвигаться вперед, знаете, без фанатизма, без вот этих атак шашкой наголо, там прям с кавалерийскими наскоками на позиции соперника, на какие-то укрепленные редуты. Нет, это Мару не нужно. Посмотрите, что он делает. Он вообще на всю карту свое войско расплетел. Он сейчас пытается спровоцировать соперника на невыгодные размены. Вот здесь одинокие торы и мины очень здорово работают против плотных ста и зерга. Превосходно работает своими войсками Мару. Тут закопанный бейлинг. Да, пытается Сэрл выманить соперника на закопанных бейлингов, но это просто не работает из-за того, что так широко сплитится Мару раз за разом. Мару грейды 3-3, у Сэрла пока 2-2, поэтому Сэрл вынужден избегать каких-то масштабных конфронтаций, но только если уже совсем дальше отступать будет некуда. Здорово, моталиски перехватывают подкрепление, еще минус одна амина, все это бесплатно. А здесь линги и бейлинги, ну, могут, конечно, не считаясь с потерями наломиться на войска терна, но мне кажется, это будет прям максимально невыгодный размин. Тут уж и без того, посмотрите, 9-800 на 14-800, 5000 разница в потерянных ресурсах, а отнюдь не в пользу Зерга. Зерга разменивается куда менее выгодно сейчас. Продолжает Мару забирать весь скрип Зерга. Территориально, конечно, сейчас вообще переворачивает игру Мару. Появляются первые ультралиски, может быть, они помогут внести некий боевой перелом в соотношение сил Зерга и терна. Не позиционный, не экономический, так чисто боевой, такая грубая сила будет на стороне Сэрла. Может быть, она будет слева временно, но справа забегает группировка, которая забирает у Сэрла базу. Эта группировка вряд ли, кажется, сможет отступить каким бы то ни было образом, потому что здесь слишком много модалистов, которые просто фокусят медиваки. Но, по крайней мере, как-то Мару разменялся. И мне кажется, кстати, все еще относительно выгодно разменялся. Да, никуда не делась разница в 5000 потерянных ресурсов. Торща напоследок, как же Мару! Как же Мару тут доигрывает до последнего юнита, вот до последней какой-то мелочи. Знаете, это как футбольный матч, в котором на 85-й минуте при счете 3-0 в пользу вашей команды, там, какой-то ваш нападающий делает подкат на чужой половине поля, чтобы выбить мяч в аут и не позволить сопернику начать атаку. Вот так доигрывает Мару. Это, правда, не факт, что прям 85-я минута. Тут что угодно может произойти, но Мару выкладывается просто на все 100%. И Сэрл пытается прийти в контратаку, но не хватает, не хватает здесь силы, которая бы пробила эти терминовские редуты и что-то противопоставила бы невероятному уровню микроконтроля, при помощи которого постоянно раз за разом Мару удается останавливать наступление соперника. Да, посмотрите, вот прям по миникарте видно, как же далеко отступили назад владения зерга. Вот еще недавно крип был где-то здесь, где-то здесь на возвышенностях. Все это Мару зачистил, и всю эту работу Сэрл приходится проделывать с нуля. Сэрл добавляет даже воздушные грейды, играет на дистанционную наземную атаку. Для кого, спросите вы? Да для кого-то пригодится, может, для королев. Может, потом гидролистки или люркеры появятся в какой-то момент. Почему нет? Благо, люркеры были весьма полезным юнитом в первом сете на Кириос Майнс. Мару так ползком, ползком! Вышел на новую локацию в центре карты. Сэрл снова очень красиво работает муталийском. Идеально отработал мину, забрал. Дальше лезть он не может. Слишком близко находятся юниты терна. Слева еще пытался как-то заползти, забраться с Эрл, и там не получилось. Там тоже планетарка, либератор. Как же все схвачено у Мару. Как же здорово он играет лейтгейм. Гасты сейчас должны попасть снайперскими выстрелами по слонам, но Гастов заставляет отступать бейлинги. Тем не менее, дальше опять-таки либераторы, Торы не рискуют идти слишком далеко вперед с Эрл. 94 дрона у Фина, 88 рабочих у корейца. Мару, наверное, стоит потихоньку избавляться от лишних ССВ и разменивать их на новые орбитальные станции, и потихоньку освобождать боевой лимит. Что касается Сэрла, вроде бы его тактика понятна, да? Нужно задавить соперника живой силой, но как-то пока в упор этой живой силы не хватает, муталистки осуществляют крайне опасный прорыв. Вы знаете, такая операция, после которой далеко не каждый вернется домой, в этот зерговский рой. Сколько тут туреток. И все эти туретки как раз сейчас получают апгрейд на дальность атаки, так что муталисткам станет еще грустнее. Летит новый командный центр, Мара будет занимать еще одну базу справа. Пытается подкорректировать планы соперника Сэрл, да, можно взорвать эту планетарку. Действительно, взрывает ее Фиины, дальше пытается докатиться до Гастова. Гасты тут как-то включают невидимость и уже не докатишься ты в них. Ну да, далеко улетел этот командный центр. В итоге возвращается он на исходную позицию Сэрл. Я так понимаю, планирует потихоньку избавляться от муталистка в составе своей армии, с учетом того, что их боевой потенциал невелик. Тут бы уже караптеры пригодились против этих либераторов. Мару продолжает такой очень миксованный и безумно сложный в управлении состав армии. Собирать у него мародеры, торы, гасты, мины. Всего шесть морпехов, но либераторы еще есть в каком-то количестве. Ими тоже нужно контролить. И даже один танк где-то остался. Шикарные снайперские выстрелы по слонам заходят. Ой-ой-ой. Как же тут тяжело Сэрлу-то сдерживать это давление соперника. Ну да, его цель ясна. Надо как-то вкатиться бейнлингами в гастов. И для того, чтобы это сделать, видимо, Сэрл планирует использовать свой коронный прием инфесторы, проползающие, выкапывающиеся и бросающие микозы. Вот таким должен быть план Сэрл. Да, инфесторы пошли. Пошел также грейд плюс три на атаку муталийском. Ну, это полезно, это круто, но не факт, что это прям сильно решит. Мару продолжает бурную экономическую экспансию на Восточном фронте. Полетел еще один командный центр. Ну вот, такое, знаете, профилактическое кровопускание сейчас делает своему сопернику Сэрл. Реально так много Сэрлу не нужно. Мне кажется, он сам должен это понимать. Потерял он этих рабочих, да и черт с ними, откровенно говоря. Вот планетарная крепость, это уже не так приятно. Да, планетарку отдавать, наверное, не хотелось бы. Съедают ее в зернинге. Бейнлинги вновь пытаются куда-то вкатиться. Ну и разменялись они на пару бейнлингов. Ладно, уже хоть что-то. Здесь небольшая локальная победа для Сэрла. Наконец-то, уже минус 10 тысяч по потерянным ресурсам. Но вот командный центр удалось отжать, и то хлеб. Какой-то локальный результат. А здесь что? Здесь есть пара торов, которых не хотелось бы вонзать бейнлингов. Да ладно, ну для бейна вообще тут нет целей. Ни Мариков тебе, ни Гастов вообще ничего интересного. Моталистки. Либераторов выбивают, нарываются на снайперские выстрелы. Отступают. Сейчас этот слон еще может затерпеть. Преследует его пехотное войско. Очень тяжело Сэрлу. Вот у Сэрла единственное, что удается. Да, вот эти контратаки справа. Разом они там забирают у Мару какую-то часть его экономического могущества. Но у Мару уже запас по ресурсам формируется. Тут появились инфестры. Это из хорошего. Смогут ли они бросить своевременный микоз в Гастов? Вот что непонятно. У Гастов нет апгрейда на радиус ЕМП. Да. Мару, увидев инфестров, тут же заказал именно этот апгрейд. Понимая, что именно ему нужно для победы в сражениях. Здесь буквально одна яростная собачка грызет строящийся командный центр. Для того, чтобы справиться с этой собачкой целый либератор перераскладывается и делает свой фраг. Еще группа линга выдается на планетарке в центре. Здесь Сэрл не успевает ничего сделать. У Мару потихоньку доделываются грейды и на воздушную атаку для либераторов. Почему бы и нет? Благо плюс три на армор у них уже имеется. Так что пришло время и грейдах на атаку позаботиться. Массовый контратак бейлингами. Ну, видимо, нацеливался на планетарную крепость Сэрл. Но снова пришлось отступить. И вновь из-за того, что уж больно широко растягивает свою армию Мару. Постоянно он это делает. И явно есть ощущение, что он это делает специально. Это не случайные какие-то расклады. Да, вот именно так и играет Мару. Мару еще в таких местах командный центр ставит. Как будто потом у него будут планетарки просто по всей карте. Вот я не могу отделаться от ощущения, что здесь нужно какое-то чудо Сэрлу. Может быть, инфесторы принесут это чудо. Да, может быть, выкопавшиеся инфесторы. Микос во всех гастов. И последующее закатывание бейлингами в них. Может быть, так поработает Финн. Группа мародеров. Тут, видите, настолько широко растянулась, что стала жертвой армии Зерга. Ну, а вот то, о чем мы говорили. Да. Инфестор, но Мару тоже не первый день в Старкрафт играет. И не первый раз с Эрлом встречается. Сэрл, кстати, в итоге не стал отказываться от Маталийсков. Наоборот, он несколько Маталийсков дозаказал. Вместо того, чтобы перейти, например, в Караптеров, которые будут лучше с Либераторами справляться. И просто дольше жить. Жестко здесь Торы с минами раздают. Снова именно линги и бейлинги вряд ли могут реализовать свои амбиции в подобной контратаке. Ну, а тут снайперские выстрелы гастов. Да, гасты в таком количестве, конечно, жестко против Мута работают. Доделывается ядерный удар у Терна. Вот еще что интересно, как он ядерку будет использовать. Мута Лиски повесли в мертвой зоне. 3-1 у них грейды. Ну, они могут, могут с этими туретками справляться, несмотря на то, что у них бонусный армор и дальность. Вопрос только в том, что где-то рядом гасты. А гасты это страшная сила. А еще один вопрос в том, что Мара в это время в центре наступает. Снова каким-то очень странным и вроде бы даже не очень большим, но безумно сложным в контроле против него войском. Тут и Торы, и Либераторы, и мины, и медиваки. И все это чертовски противно. Для всего этого желательно было бы еще иметь Мута Лисков рядом, чтобы как минимум медиваки снайпить, а Мута Лиски в другой части карты. И они медленно возвращаются на западный фронт, где уже вовсю свирепствует наступление Мару. Мару потихоньку подбирается сюда своим основным лимитом гастов. Ну, хотелось сказать, что были и сплыли инфестры, а нет. Инфестры все еще на карте. Другое дело, вот доползут ли они в итоге до поля боя. Может быть сейчас, может быть, бейны хоть как-то докатятся. Бейлинги нет, не могут, физически не могут докатиться до гастов. Те слишком ловко и быстро разбегаются. Не удается их догнать, не удается их затормозить, затормошить этим микозом. Ну, а тут уже сейчас достроятся третки. Может быть сейчас? Да, вот он момент! Вот он микоз, вот они бейлинги, которые вкатились в гастов. Сэрл ждал этого момента, просто 15 минут игры. Наконец-то он произошел, наконец-то Сэрл заставил Мару отступить. Там все еще выжило 12 гастов. Это уже остатки былого величия, но это все еще весьма боеспособная армия. Особенно против Сэрла, который лишился всего запаса по ресурсам. Ядерный удар прямо сюда, на поле боя. Снайперские выстрелы по муталийскам. Пытается Сэрл выбить соперника с этой позиции. Забирает гаста, который кастовал ядерку. Мару отступает. Мару спасается бегством. У Мару тут не особо что-то получается. Преследует его Сэрл. Забирает огромное количество гастов. Можно этого тоже забрать напоследок. Раскладываются либераторы подкрепления. Заставляет Сэрла отступить. Ну, локальная победа хотя бы какая-то для Фина. И, между прочим, Мару тут новую базу справа так и не занял. Если что, там закопанные зернинги. У Мару тоже нет никакого запаса по ресурсам. Внезапно в такой кризисной фазе экономики оказывается террин вслед за зергом. У зерка уже давно так себе идут дела по добыче. Потому что вот здесь у него базы нет. Слева у него там все под постоянным давлением терна. Фактически сейчас судьба игры решается именно на этом фронте. Защитит ли Сэрл свою базу? Сможет ли Мару выйти на новую? Вот именно здесь, именно сейчас будет решаться все. Сэрл готов к этой баталии. Равные боевые лимиты. Максимальные апгрейды с обеих сторон. Полетели вперед караптеры. Маталиски побежали. Зергинг есть несколько мин, которые здорово взрываются. Танк один на возвышенности. Фраги штампует. Караптеры врываются. Забирают либераторов, забирают медиваков. Гасты успели как-то сделать свои пиу-пиу по слонам. И мулы все это время качают с базы. Ни одна собачка туда не добежала. Сэрл, ну как же так? Конечно, добычу. Добычу нужно сбивать первым делом. Бейлингами даже не покатился туда Сэрл. Но хочет оставить бейлингов для того, чтобы потом у слонов как-то взорваться. Ну, в гастов, точнее, взорваться. Но тяжело сейчас без бейлинга в минеральной линии. Тут добыча просто дикая. Посмотрите на эти цифры. 4000 минералов в минуту добывает Мару. Это инком, который уже через полторы-две минуты может просто игру перевернуть. Мару резко бросает базу слева и перебрасывает войска направо. Потому что здесь у него потенциально две базы. А здесь одна и под постоянным давлением Зерга. Абсолютный стратегический гений Мару в этой ситуации проявляется. Действительно. Если он отжимает этот участок карты, это сразу две базы. Здесь позиции Зерга. Можно попробовать, да, как-то похарасить его этими минами великолепными. Можно дроп сюда какой-то бросить. Защищать. Здесь полноценную базу невыгодно. А тут еще и позиция какая для Тирана. Просто загляденье. Сэрл пытается и сам как-то занять базу на этом участке карты. Но тут все не так весело. Тут все намного сложнее. Тут на хайграунд надо наламываться. Вот такую позицию. Да, тут казалось бы то же самое. Но здесь именно базу внизу брал Мару. А тут-то у него база сверху. И планетарка здесь морфится. Пытается зайти с другой стороны инфестор. Но неудачный микос со стороны Сэрла. Тем не менее, Бэйнги почти докатились. Там несколько очень битых. Гастовно заканчивается. Заканчиваются юниты у Сэрла. Остается группа Караптерова. Вот по земле не остается почти ничего. А тут-то добыча. Посмотрите, какая. И тут еще одна база потенциально. Совсем близко у Мару. Что делать Сэрлу? Наверное, попробовать занять еще одну базу слева. Потому что ситуация справа явно выходит из-под контроля. И каким-то образом противостоять Мару на восточном фронте Сэрл не может. Да, мне кажется, главное, что может сделать Финн, это полностью сконцентрировать свои экономические мощности на западном фронте. Попробовать успокоить игру. Восстановить лимит. Потому что армии у Сэрла сейчас нет и в помине. И дальше просто отыгрываться. За счет того, что у Сэрла будут экономические мощности слева. И будет хороший продакшн, который остановит эту терновскую макромашину. У Мару огромный лимит, да. У Мару просто гигантская армия. Да, у Мару и рабочих сейчас даже больше, чем у Сэрла. Сэрл делает ставку на инфестров. Это не от хорошей жизни, поверьте. Это просто из-за того, что газа очень много, а минералов не хватает. И один из немногих юнитов, который будет эффективен у Зерга. И при помощи которого можно сливать запасы по газу. Это именно инфестры. Да, особенно в комбинации с брудлордами. Тут ничего не скажешь, но Мару, что он делает? Какой он скан бросает? Он все увидел. Он все понял. Он знает, против чего играть. И гасты занимают шикарную позицию на хайграунде. Не дотягиваются до них инфестры. Не дотягиваются они своими микозами. Да, по пехоте они попадают. А по гастам нет. Может быть, вот сейчас микоз неплохой. Но там успели пройти снайперские выстрелы. Буквально пара брудлордов остается. Мина как же здорово взрывается сплэшем по всем брудам. Гасты на красных хп. Там буквально несколько остается. Но их снайперских выстрелов хватает. Для того, чтобы сильно пробить брудлордов. Сэрл практически без ничего остается. Лимита на самом деле и у Мару немного. Потому что здесь контратака. Линги съели 20 СВ. Бесподобно играет Сэрл в контратаке. Но что делать во лбу непонятно. Здесь остается еще несколько гастов. Мины передроп мин под брудлордов. Что вытворяет Мару? Просто невероятный прием. При помощи которого Мару забирает последнего брудлорда Сэрла. У Сэрла остаются инфестры без маны. И остается просто группа линговых бейлингов. Которые только что выбежали из хэтча. И такое свежее дотекание Сэрла. Да, у Сэрла экономика заработала. Наконец-то! Наконец-то заработала намного лучше, чем у Терна. Особенно после потери этих 20 СВ. Но вы посмотрите, как много успел заказать и произвести Мару. У него 155 лимита на 106. Ситуация для Сэрла просто безвыходная. Как защищать эту базу непонятно. Чем воевать непонятно. Одни только линги и бейлинги. На 30-й минуте игры это совсем не то, чем Сэрл может спасти игру. Жду капитуляции секунды на секунду, господа. Спасти эту игру, на мой взгляд, не представляется возможным. GG! 1-1 в нашем финале. Третий сет стал бы последним, если бы этот матч проходил в уже привычном для битв Мару и Сэрла формате. А так у нас с вами все только начинается. Да, уже 45 минут прошло. Здесь абсолютно ничего не понятно. Здесь только два сета и счет 1-1. И два совершенно разных сета. Вот опять же. Чем безумно привлекательна это противостояние? Так это тем, что если посмотреть со стороны Зерга, мы постоянно видим разные составы армии. Постоянно видим разные стили игры. То Сэрл безостановочно давит роучами и реведжерами. То пытается сделать ставку на муталейского на какие-то расшатывания с разных сторон. Если посмотреть на Мару, то у него абсолютно разные дебюты. То он играет какую-то двухбазовую агрессию, целью которой является поддавить соперника в самом начале и нанести ему максимально возможный экономический позиционный урон. То наоборот он делает ставку на быстрый третий командный центр для того, чтобы далее передавить оппонента экономически в средней стадии игры. То есть разные направленности стратегий с обеих сторон. Это визуально может выглядеть местами похоже, местами совершенно по-разному. Но самое главное, что сценарии игр получаются абсолютно неповторяющимися. Сейчас мы на Берлинграде, на карте, которая, по-моему, пока ни разу не приютила Мару и Сэрла. Я вот как-то не могу вспомнить. Помните вы игры Мару и Сэрла на этой карте? Мне почему-то ничего не вспоминается, так что вполне возможно дебютное противостояние на этой своего рода реинкарнации карты Порт Александр. Как и мне кажется, ох, что Мару вытворяет, Мару забирает в итоге одного рабочего у Сэрла. Это, знаете ли, больно бьет по самолюбию прогеймеров. Как это так, ничего себе. Взял и раба отжал в самом начале игры первым рипером. Ну-ну, дальше-то что будет? Такого начала доселе не было. В первых двух сетах у Сэрла все было намного лучше. В первом сете так вообще он рипер стартового Мару отжал. Здесь карта, конечно, подходящая. Это лазейка дополнительная для рипера. Это прям вообще отдельное счастье для терна. Вы видели, что Мару сделал? Мару прям подлетел, бомбочку бросил и улетел. Уже вот на таком уровне находится Харас в играх топовых прогеймеров. Они прям по таким мелочам друг к другу досаждают. И что делает Сэрл? Сэрл, после того, как он убедился, что рипер вроде как разведал и улетел, отменил апгрейд на скорость зерглингом, заказал роучворн и собирается играть именно в роучей. Это вдвойне интересно с учетом того, что Мару вроде как планировал хелбат пуш. У него армори делается. Армори, как правило, делается именно для того, чтобы гиллионов хелбатов превратить. Сэрл делает вид, что проводит разведку. Но на самом деле разведка ему сейчас вообще не нужна, потому что, естественно, этот пуш подразумевает, что ты просто делаешь роучи и идешь ими вперед. Безотносительно того, что дома делает соперник. Отправляется сейчас Мару в атаку. Как же сейчас Мару думает, напряжет соперника. Ух! У Сэрла то, что мы в мире Старкрафта называем билдордер вином, когда ты вслепую выбираешь стратегию и порядок действий, который вот прям подчистую контрит то, что делает соперник. Сюрприз! Видал этих роучей Мару? Мару, мне кажется, сейчас в легком шоке пребывает. Ну как это так? Соперник же ни черта не разведал. Ой-ой-ой! Тут еще и медивак под ударом. Ну медивак должен улетать на форсаже, да. Медивак-то улетит, даже этих морпехов можно попробовать подобрать. Тут вопрос в другом, как дальше от этого отбиваться. Вроде как заказана баньша, но пока она доделается еще очень немало времени. Пройдет вот так вот принимает решение встречать соперника Мару. На возвышенности хелбатами. Даже будет он пробовать высаживаться что ли сверху? Нет-нет, просто он хелбатами как-то максимум урона пытается нанести. Максимум времени выиграет. Дальше рабочих Мару спасает, уводит на мейн. Окей, здесь-то все понятно, предположим. Баньша сейчас появится. Вроде как тоже вопросов нет. Но урон уже получен весьма ощутимый. Сэрл дальше что делает? Лейер дополнительные газы, раскачивается экономика. Да, у Сэрла, конечно, тут кругом полный порядок. Мару закрывает соплай. Очень хорошо Мару время потянул. Дальше хелбаты готовы этих роучей встречать. Но Мару просто идеально отбивается с точки зрения принятия решений. Но понятно, что урон он получается все равно колоссальный. И это не потому, что он тут конкретно что-то плохо сделал. Потому что вот такой билд выбрал Сэрл и такой билд выбрал Мару. Если ты идешь в хелбат пуш, будь готов. Идешь в хелбат пуш, не разведал. Будь готов отлететь от роучей соперника, которых он построил точно так же вслепую, как ты вслепую выбирал билдордеров хелбатов. До последнего оба игрока дорабатывают. В итоге, да, Мару от всего отбивается. Но посмотрите на эти лимиты, да? Вообще, зрелище не для слабонервных. 41 на 67 по рабочим и 58 на 90 по лимитам. Это прям страшно. Такое Сэрл крайне редко отпускает. Но знаю, Мару, конечно, не будем тут спешить объявлять чью-либо победу. Ну, Терновскую точно не будем спешить. Это прям стопроцентная информация. Ну и Зерговскую, наверное, пока не будем. Мало ли что. Это что прям Сэрл ждет, не дождется. Ну, где же эти баньши с невидимостью? Отдайте их нам, королевам с аверсирами. Еще шпиль рядом. Вот увидел бы Мару хотя бы шпиль, уже было бы хоть что-то. Шпили Бейлинг Несс, два ключевых технологических здания. Сэрла, здания, которые хотя бы помогут понять Мару, в каком направлении дальше двигаться. Потому что вот из такого дебюта, который выбрал Сэрл, там дальше может быть и переход в масс роучи, и в какую-то тайминговую атаку, против которой танки нужны в огромном количестве. А может быть, да, выход муталийского лингового бейлинга, против которых скорее мины были бы полезны. А то и вообще Тор какой-нибудь, чисто чтобы не умереть от муты. Ну, баньши вообще ничего не добились. Мару без понятия, что там происходит, против чего он играет. И Мару, да, отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Мару летит вперед тремя медиваками, в которых находятся морпехи и хелбаты. Все бы хорошо, но проблема в том, что у соперника уже есть муталийский. И сейчас Мару это видит. Слушайте, и хорошо, что он видит это своими баньшами, а не этими медиваками, которые были бы просто потеряны без шансов. Но при этом у Мару даже стенки дома нет, но тут просто катастрофа какая-то начинается на базах корейца. Да, 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 тут и туретка не готова. И на мэйне все открыто, забегай не хочу. Просто сложнейшая ситуация для корейского профи. Там на мэйне хотя бы туретка была, но ее тоже забрали эти злые собаки. Осторожно, очень злые собаки у Сэрэла. Боюсь, впрочем, что какие-либо таблички предупредительные Мару в этой игре уже не спасут. Расшатывает Сэрэл оппонента по всем направлениям. И со стороны натурала, и на мэйн пробежал, и на третью. Не хватает только апгрейда на скорость бейлингом для того, чтобы все это превратилось в форменное избиение. Осталось 10 секунд до начала избиения. Мару как-то держится, я не знаю вообще, каких усилий ему стоит стабилизировать ситуацию. Когда все настолько плохо и сложно, но сейчас вот даже танк не разложен. Безумно тяжело. Мару муталиски прямо против морпехов, позволяя себе нагло драться во лбу. Силы Мару тают посекундно. Нет, даже Мару не сможет вытащить такую игру. В этом у меня, признаться, уже нет абсолютно никаких сомнений. Да, слишком многое позволяет себе муталиски. Джи-Джи! Сэрэл переиграл Мару стратегически и не оставил ему шансов после перехода в муталисков. В четвертом сете мы отправляемся на карту Прайда в Алтарис. Карту которой по, знаете, такой визуально-нарративной составляющей положено быть картой для расы Протосов. В конце концов, гордость Алтариса это и есть Протосовский мега корабль. Что-то вроде Копья Адуна, да, если я все правильно помню. Я, впрочем, не настолько силен в лорной составляющей Старкрафта, как в киберспортивной, поэтому, возможно, что-то интересное о гордости Алтариса не путать с Артанисом, кстати, нам расскажут в комментариях. А пока, друзья, мне кажется, самое время поставить лайк этому матчу, этому видео, написать что-нибудь хорошее в комментарии. Тем более, что Мару специально ради нас в четвертом сете из четырех готовит четвертый опенинг. Спасибо, Мару. Первый сет классический дабл-дроп. Второй сет три быстрых командных центра. Третий сет хеллбат пуш. Четвертый сет три ранних барака. Бьяновская стратегия, направленная на массовое использование морпехов со стимпаком с щитами до появления первых медиваков. Стратегия, которая стремительно ворвалась в современную мету именно благодаря Бьяну. И, кстати, если вы не видели тот самый ролик, в котором Бьян совершил такой мини-переворот в ТВЗ, обязательно советую посмотреть по всплывающей подсказке. Да, две технических лаборатории. Билдордер, который мы нередко видим в матче Апетерна против Протаса и до недавнего времени практически никогда не видели в матче Апетерна против Зерга. Как же смело играет Мару. Да, 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 именно так. Против всех этих Зергов, которые стали экономить на тайминге апгрейда на скорость. Посмотрите, вот когда появится тайминг апгрейда на скорость зерненькому Сэрла, там, ближе к четвертой минуте. А ведь он мог бы быть готов где-то в районе, там, 3.25-3.30, если бы Сэрл не экономил. Но Мару знает, Мару знает эту страсть современных Зергов к экономии и к оптимизации каждого минеральчика. И он очень смело действует стартовыми морпехами. Просто пришел на чужую половину карты, увидел, где находится третья база, забрал стартового оверлорда. В мире про геймингов StarCraft 2 не бывает мелочей, и каждый фраг может решить судьбу игры. Хороший старт для Мару. Стимпак-щиты заказаны, морпехи делаются. Вот сейчас Сэрл понимает, конечно. Теперь он понимает, что это даже не дабл-дроп, там слишком много морпехов, это не может быть дабл-дроп. Это исключительно игра в масс морпехов с трех бараков со стимпаком и щитами. Сэрл уже ни с чем не спутает эту стратегию на данном этапе. Мару готовится идти вперед. Скоро у него будет сколько? 21 морпех! Очко! Поехали. Да, единственное, что эти морпехи отвлекаются на залетевшего оверлорда, но вот, признаться, я не совсем понимаю, зачем Сэрл это делает. Да, это просто подарок для Мару. То есть, может быть, Сэрл все-таки не понял, что это именно три барака, а не два, но пролетая этим оверлордам не факт, что он может получить эту информацию, понимаете? По сути, он, да, увидел тайминг Фэктори, но если бы Фэктори ставилась в другом месте, Сэрл бы все равно не получил бы никакой дополнительной инфы по сравнению с тем, что он просто забежал собакам. Но не будем придираться, финскому маэстро виднее. Кореец идет вперед, 25 морпехов со стимпаком и щитами. Тут 9 королев. И 30 зерклингов есть, поэтому, да, грозное войско у Сэрла. Ну, главное на одежду Мару заключается в том, что соперник еще какие-то инъекции дома пропустит, и вот так вот королева пройдет мимо на муве, ошибся, Сэрл. Не знаю уж, насколько это грубая ошибка, но точно очень неприятная. Мару великолепно отработал в микроконтроле мариками. Он потерял 5 мариков всего, 6-го отдал. Черт с ним. Ну, хотя ладно, наверное, побольше, потому что их было 25, еще 6 было построено. Да, все-таки все эти марки были отданы, но минус 3 королевы и 20 зерклингов. По потерянным ресурсам полный порядок у Мару. Третий командный центр дома пошел. Тут уже делаются медиваки и танк. Мару и дальше продолжат жестить с очень активным производством пехоты. Сэрл сейчас просто продолжает раскачивать экономику. У него только в проекте какие-то важные апгрейды, только в проекте какая-то серьезная в плане состава армии. Боевая составляющая игры. Тут просто пошли первые эволюшины, просто заказываются линги-бейлинги. Сэрлу не дожиру. Быть бы живу против той атаки, которую готовит Мару. Мару сейчас, судя по всему, просто все это добро в два медивака загрузит. Да полетит вперед, а пока просто похарасит крип, позабирает очень неплохой скан. Вот только здесь, видите, не попал немного Мару. Не хватило радиуса просветки для того, чтобы активные тумы разобрать. У соперника грейт на мувбейлингом на середине. Сэрл как будто бы успевает, да? К таймингу прилета всего этого терновского безобразия. Ой-ой-ой. Либераторов заказывает Мару. Месье изволит весьма такой необычный формат игры выбрать на карту Прайда Валтарис. Видимо, как-то строго позиционно собирается играть Мару, да? Вот здесь вот как-то раскладываться, наверное. С учетом того, что тут кругом рампы, кругом узкие места. О, или вот может быть позиция для танков. Слушайте. Вообще много всего интересного можно придумать. Да, но эта позиция прям с лету выглядит самой такой оптимистичной для Террена. Я бы на месте Сэрла не дрался за эту базу. Прям даже не пробовал бы. Все-все-все-все. Отменяем хатку. У нас там новая слева. Ну и вот. Целее будешь. Вроде как Сэрл отменил хату, но за что он тогда собирается драться? Он все равно... Ах, вот так! Он наламывается с разных сторон. Очень красиво забегает Сэрл. Как же он расслабил не только меня, но и Мару этой своей отменой хаты. Такой, да-да-да. И вы что думаете? Я буду драться за эту хенчери? Да кому она нужна? И Мара такой, ну да. Кому она нужна? Действительно. Можно в это время дома перелететь на третью базу в конце концов. Правильно? Зачем? Зачем думать? Зачем контролить? Зачем разбирать всякие ситуации окружения моего войска? Ничего такого не будет. Сэрл уже ни за что не дерется. А Сэрл-то... Парень не промах. Очень красиво напал на соперника с разных сторон. И здесь здорово забежал за ергангами. И окружает еще одну группировку соперника Сэрл. Блистательная игра от финского феномена. Ну все. Сэрл уже впереди по лимиту. И посмотрите, как много у него денег. Да, денег много в том числе из-за того, что инъекции возможно не делались. И четвертой хаты нет. Личинок не хватает. Это все понятно. Либераторы сейчас прилетают. Это, кстати, очень опасно. Подождите, а где вообще основная группа королев Сэрла? Сэрл по ошибке, похоже, сдернул рабов с третьей базы. Эй-ей-ей. Либератор-то здесь. Куда-то вообще не туда отправился Сэрл. Изначально и на мейне поздно реагирует Финн. Это серьезные потери для Сэрла. Мару отвлекает оппонента слева. И в это время нападает войском справа. А здесь еще королева под ударом. Ой, какие проблемы у Сэрла против Либераторов. Как вообще Мару разбирается один в один. Да, слушайте, а много королев же в это время вообще в другой части карты находилось. Да, где-то ближе к центру. Сэрл просто гигантское количество времени на добычу потерял. Тут потери совершенно немыслимые. Они тысячами минералов измеряются. Две базы не добывали почти минуту. Чтобы вы понимали, база в минуту стандартная 950 минералов примерно приносит на 16 рабочих. То есть минуту не добывали две базы. Это вот прям минус 2000 минералов сразу. С лету, с кондачка. А 2000 минералов давайте в лимит переведем. Это что получается? 80 зерлингов можно заказать. Получается 40 единиц лимита. Недополучил Сэрл. Ну может быть я где-то там по мелочам утрирую. Но глобально потери всего-то навсего от двух либераторов Сэрл понес просто фатальные. Мара в это время все спокойно. На его трех базах ставится четвертый командный центр. Мара продолжает просто строить марпеховые танки. И в очередной раз занимать какую-то несусветную позицию. Слушайте, этот прайд в алтаре. Это похоже гордость именно тернерского Старкрафта, а не протсовского. Видите эти позиции для танков? Это что вообще с ума сойти? Что вытворяет Мару? Здесь Мара идет вперед уже следующим войском. Сэрл, кстати, великолепно крип протянул. Он уже на чужой половине карты. Он уже воюет за эти криптуморы. Он снова окружает войско соперника. Блистательно играет Сэрл. И танк этот съедает. Крутится бейлингами вокруг танка, чтобы тот не смог именно по бейлингам выстрелить. Теперь надо эту блокаду выбивать, правильно? Нападать как-то лингами отсюда. Бросает скан Мару. Понимает, что его ждет. Сэрл не спешит. Но неужели Сэрл эту базу отдаст? Сэрл, видимо, думает, что только с очень большими потерями он эти танки выбьет. Но мне кажется, оно того стоит. Оно того стоит. Это же целая добывающая база. Мару посмотрите, как хитер. Мара сейчас, видимо, попытается именно танки эвакуировать. Да-да-да-да-да. Сэрл-то наламывается. А медиваки все. Медиваки улетели. И Сэрл, у которого именно сейчас, к слову, были апгрейды 2-2 на 1-1. В итоге остался ни с чем. Сэрл вместо этого золото пытается занять. О, ну, тут понятно. Цель благородная. Можно отдать одну стандартную базу и вместо нее получить одну золотую. Это, знаете, тот золотник, который и немалый, и оттого еще более дорог. Вопрос только в том, как останавливать наступление Мару. Если Мару снова будет какие-то невероятные позиции для танков находить. Но, с другой стороны, здесь прям ничего невероятного вроде и не просматривается, да? Невооруженным-то глазом. Глаз Мару вооружен новейшими корейскими терминовскими разработками. Так что посмотрим, к чему придет он. Сэрл как же агрессивно играет. Он постоянно встречает соперника на чужой половине карты. Ах, ну тут мина. Вот это мина. Не успел посмотреть, сколько там было убийств. Ребят, поверьте, не один десяток. Сэрлу безумно важно эту базу сохранить. Ну, прям совсем не хочется оставаться без этой хэтчери. Да, сейчас на временном бусте, который дает эта база. Можно попробовать отжать сразу парочку локаций в других направлениях. Но как-то вот прям без золота остаться, не знаю, не знаю. Тут еще просто если эту позицию отдать, то опять Мара начнет танки куда-то в страшные места забрасывать. Само-то золото вроде бы в нормальном месте находится. Ну да, типа Мару с возвышенности нападает. Но здесь можно наламываться с разных сторон. Можно широким фронтом нападать. Как будто ничего плохого для Сэрла в этой позиции нет. Сэрла, тем не менее... А-а-а, он выигрывает время, я хотел сказать, вот до чего-то. До вайпера выигрывает время. Так-то понятно все, они еще прям тут на линии фронта появились. Это действительно долгожданный юнит для зерка, который против морпехов и танков воюет. Ой-ой-ой! Мины какие неприятные для Сэрла. Мара снова посмотрите, какой сложный состав армии собирает. Тут тебе и мины, и танки, и либераторы, и пехоты, естественно, огромное количество. И в гаста он уже переходит. Все-то Мара может, все-то он умеет. Со всеми юнитами готов поработать. Надо как-то Сэрлу, конечно, сейчас придумать атаку на эту армию. Но не просто нагло в лоб, нет. Но мне кажется, как минимум надо вайперами такой, знаете, артподготовку провести. Там вытащить пару танчиков. Просто посмотрите, вот тут вроде и немного юнитов терна. Но в какой же страшной позиции они находятся. Просто жесть. Побежал, побежал Сэрл вперед. А вайперы что? А вайперы танки выдергивают. Ну ладно. Допустим. Проблема только в том, что дальше у Мару гасты появятся. Вот уж неприятный сюрприз для вайперов будет. Пока без вайперов нападает Сэрл. Нет, нельзя. Ну просто нельзя. Тут уже и крипа сейчас не будет. Вне крипа как-то спускаться совсем неприятно. И здесь криптумара сейчас Мару забирает. Может быть пока Мару в стороне. Вот там можно попробовать напасть. Ну высосали необходимый запас маны. Вайпер и Люркер Дэн дальше делается. Сэрл нормально добывает. Да, у него сейчас 5 бас. У Марта в принципе тоже. Пятая сейчас будет вот-вот занята. Сэрл снова пытается спуститься. И снова он просто отбрасывает первую волну соперника. Но дальше идти не может. А вот она пятая Мару. И она на золоте. Сэрл сейчас просто будет на таймере. Выдергиваются именно гасты. Вот это интересно. Ничего себе поработал Сэрл. Да, он реально выдернул гастов. У него все получилось. Самых дорогих и полезных юнитов в составе армии Мару. Вытащил и забрал себе зерк. Грейды 2-2 на 3-3. Вот в чем проблема еще. У терна максимальные апгрейды доделались. И это сильно влияет на выгодность размеров. Мы видим, что у Сэрла большие проблемы по потерянным ресурсам. Сэрл сейчас не сказать, что прям больше соперник отбывает. Нет, по минералам уже вровень. Идет вперед Сэрл. Блайндинг клауд на рампу. Неплохой, но не вытаскиваются никуда танки. Снайперские выстрелы от гастов по гидролизкам. И джи-джи, пишет Сэрл. Вровень идут эти парни. 2-2 в нашем финале по итогам 4-х сетов. Счет 2-2. Мы отправляемся на карту Блэкберн. И здесь в левом нижнем углу появился кореец Чосон Джу. Мару из команды Энви. Сейчас будет демонстрировать все, на что он способен. На карте, которая своим рельефом, конечно, не особо сильно похожа на все остальное, что есть в современном апуле. Здесь игроки находятся на одной горизонтали. Здесь есть золотые локации, которые, в принципе, являются достаточно доступными. Наверное, более доступными, чем на карте Прайда Валтарис. Но здесь есть Сэрл, который снова перестраховался. Который снова сыграл в пул до хэтчери в ранних зерлингов. Но на этот раз, обратите внимание, он не бежит никуда шестью стартовыми лингами. Ну, во-первых, потому что он изначально построил всего парочку. Во-вторых, потому что Мару рабочим разведал, и тут, соответственно, было бы наивно нанести сопернику какой-то урон. Ну, и в-третьих, как по мне, логика вообще элементарная. Если Мару до этого, когда не знал, не готовился, и вроде как его должны были застать врасплох, не потерял вообще фактически ничего. Буквально одного рабочего на шести зерлингах. То сейчас, наверное, было бы наивно двумя собаками рассчитывать на нанесение какого-то дополнительного урона. Тем не менее, не могу не отметить, что Мару построил еще одного морпеха, можно сказать, лишнего, да, для того, чтобы в случае чего от зерлингов отбиться. Далее у Мару третий командный центр и старпорт. Снова он немного меняет билд. То есть вы можете сказать, что третий командный центр мы уже видели, Мару начинает повторяться, ничего подобного. Мы видели третий командный центр без раннего старпорта. Там был совсем другой билд-ордер. Там Мару играл в быстрые новые бараки. И, соответственно, он с этими бараками дальше соперника прессовал. Прессовал какой-то первой группой морпехов, прессовал стартовыми медиуаками. Сейчас расклады могут быть немного другими, потому что мы новых бараков не видим. И понимаем, что здесь Мару просто планирует, ну, для начала открыться викингам, а дальше могут быть банши, могут быть и какие-то другие варианты. Подлетает Сэрл. Опа! Видит, что делается как будто какой-то апгрейд в этой технической лаборатории, да, но Мару специально заказал апгрейд на замедление мародерам, для того, чтобы просто показать оппоненту, мол, смотри, у меня там что-то делается. А по факту, как мы видим, на техническую лабораторию прилетит Старпорт. Соответственно, это похоже на план построить баншу. Здесь тем временем, кстати, всего два гелиона, против которых зерганги могут очень здорово себя проявить и быстренько все съесть. И да, Мару действительно баншу делает. То есть Мару демонстрирует сопернику намерение играть прям в очень раннюю пехоту и, возможно, провоцирует его на какие-то агрессивные шаги. Может быть на атаку роучами, может быть на какое-то большое количество зернингов, при помощи которых Сэрл может попробовать и кружить, съесть этих гелионов и потом напрячь соперников в контратаке. Но по итогу ничего подобного Сэрл делать не будет. Он пока просто королевами отжимает себе территорию, не позволяет викингам чувствовать себя слишком вольготно рядом с этими оверлордами. Сами оверлордов-то, кстати, можно попробовать еще вот подрезать и в центре, и сверху, да, особенно. Мару именно вот в этом направлении сейчас движется. Как раз с викингом он должен этого оверлорда перехватить. Там все равно неподалеку королевы Сэрл, но нет понимания, не успеют спасти оверлорда или нет. Тем более, посмотрите, как красиво Мару еще поработал рипером. И минус оверлорд. Нет, Трансьюз влетел в самый последний момент. Как они играют. Сэрл прям, знаете, вот так по-покерному блефовал. То есть он делал вид, что сейчас у него Трансьюз появится. Мару не поверил. И тут в самый распоследний момент Сэрл так оп, и Трансьюз реально появился. Ну что ты будешь делать? Прям в самый распоследний момент уже, когда вот летел этот снаряд викинга, который должен был оверлорда забрать. Безусловно, такие вещи вообще очень редко можно где-то увидеть. Даже в матчах Мару и Сэрла подобные хайлайты, это большая редкость. Да, в итоге мы видим, что Мару буквально одну баньшу построил. Невидимости у нее нет. Так что это действительно похоже на какую-то провокацию соперника было. Мол, пойди вперед роучем и попробуй забрать такую же простую победку, как на Берлинграде. Сэрл не стал. Сэрл не гонится за простыми победами, Сэрл гонится за крипом. Посмотрите, что он вытворяет. Вот он если теряет криптуморы, то он сразу же восполняет потери и продвигается вперед Сэрл очень быстро. 6,5 минут он дошел до центра карты, внизу, да и сверху тут затянул уже все свои локации. Четвертую мы видим Сэрл ставит в углу и на этот раз у Сэрла гидролизг Дэн. То есть мы увидим чистых гидролизгов, лингов и бейлингов. Ну это немного похоже, наверное, на то, что было на карте Прайда Валтарис. Но там мы помним, старт был совсем другой. То есть там были очень поздние гидролизги и очень поздние по итогу люркеры, до которых фактически дело там не дошло. Но здесь же очень ранний выход в гидру, которая, наверное, была бы полезна уже в отбитии от этой атаки. Здесь нагловато работает гелионами Мару. В итоге сам Мару понял, что, наверное, это уж слишком нагло. Отступил, перегруппировался и в итоге вот так вот спокойно забрал хэт через Сэрл. Посмотрите, что вытворяет он гигантскую контратаку, отправляя другую часть карты Мару. Как раз вышел своим подкреплением сейчас вперед. Мару пытался разделить войско на две части. Для того, чтобы успеть перекрыть стенку, не удалось. Да, Мару в это время начинает поджимать Сэрла в другой части карты. Тем более здесь есть грейды 1-1 на 0-0, но уже покатились бейлинги. Готово апгрейд на скорость бейнам. И даже без апгрейда в 1-1 Сэрл просто разрывает Маруна. Что ты будешь делать? Просто невероятно этими зерглингами работает Сэрл. Просто невероятно. Да, ребят, ну эта ситуация, конечно, примерно как на Берлинграде. Плюс-минус там может быть где-то чуть-чуть лучше, конечно, для Мару, потому что хотя бы по апгрейдам у него тут все норм. И даже будет тайминг 2-2 на 1-1. Но по рабочим, по рабочим-то что? Сумасшедшее преимущество у Сэрла полуторакратное фактически в количестве рабов. Сэрл еще здесь успеет бейлинга взорвать. Мару отконтролил, конечно, но бейлинги все равно не бесплатно были потеряны. Да, 2-2 у Сэрла сразу по готовности 1-1. Там на самом деле вот этот тайминг преимущества по грейдам, он будет крохотный. Не факт, что его вообще удастся как-то использовать. Очень сложная ситуация для Мару, что ж тут греха таить. Не знаю, как выпутываться по лимиту Сэрла сильно впереди по технологиям у Сэрла. Полный порядок по экономике, но вот сейчас еще золото заработает. Это, знаете, такой единственный вот моментик, которого Сэрлу в игре не хватало. По крипу все очень здорово. Викинг вот результативный довольно, вроде всего, второй фраг, но... Он, по крайней мере, забирает у соперника часть контроля карты, которого у Сэрла очень много. Видите, Сэрл с зербингами компенсирует отсутствие оверлордов. Но зербингов гоняет Банша. Вот буквально пара воздушных юнитов, да, построенных в самом начале игры Викинг и Банша. Но насколько же они результативны? Как много толку они имеют в этой игре? Приносят много пользы Мару. Да, здесь дроп на базу на золоте. У Сэрла уже 91 дрон, поэтому потери пятерых рабочих не сильно решает. Дальше будут еще дропы мин. Мару в очень непростой ситуации. Мару нужно как-то перехватывать инициативу с одной стороны. Но с другой стороны, на такой карте, как Блэкберн, вот эта зерговская оборонительная пружина, она, понимаете, распрямляется, но вот максимально быстро. Вот стоит только Сэрлу щелкнуть пальцем, и победное сражение на своей половине карты может увенчаться разгромом соперника уже на его половине. Пролетает тут медивак. Вот не совсем понятно, там успел Сэрл обнаружить сам медивак или нет. Потому что, конечно, ставка на эти дропы мин будет максимально серьезной. Тут прямо уже вереницы медиваки один за другим летят на базы зерга, высаживаются мины в минеральной линии. И есть первый контакт с дронами. Ну, второй контакт, видимо, будет всего лишь с зернингом. Сейчас еще медивак прилетает, и вот здесь может быть поприличнее. Ну, суммарно пакать четыре дрона, это, конечно, не предел мечтания. Вот здесь здорово королеву удалось перехватить Мару. Красиво все исполняет. Там еще один медивак ждет своего часа. Единственное, что вот перехват королев не увенчался, собственно, уничтожением Криптумура. Вот это плохо. Потому что Криптумура здесь будет тянуться все еще максимально активно. Да, у Серла грейды 2-2, у Серла 200 лимита, у Серла полный порядок на карте. И дальше он уже может третьи грейды делать и в люркеров переходить. Еще дропмин, снова отличная реакция от Серла на Мару. Прям пытается извлечь максимум из ситуации. Вот так вот он еще минус закапывает. Личинки, да. Окей, хоть что-то. Хоть какие-то фраги. И на золото прилетел. Ох, умница Мару. Он сделал вид, что в этом медиваке больше ничего не было. Что там были только две мины, которые вот закопались на той угловой базе. А сам видите, как красиво мины перевез Серла. Все это надоело. Реально, что он сидит вот это дома, страдает. У него все слишком здорово. Можно нападать. Можно вот так танки выдергивать. И бейлингами вкатываться в минеральную линию. Но в итоге именно до рабочих, пока Серл не докатился, с другой стороны, тут еще одна порция бейлингов. Ну да, тут у Мару все предельно плохо. Ужасная ситуация для Терна. Тут можно, наверное, орбитальную станцию фокуснуть. Здесь мины, правда, еще раз взорвались. И вроде как неплохо. Но понятно, что все равно экономика у Серла великолепная. Ну что? Близок Мар, наверное, к капитуляции. 180 на 150... В смысле, 108 на 154 по лимитам. И 11 люркеров заказывает Серл. Такой как раз скан от Мару. Ой-ой-ой. Ну да, неприятно. А без люркеров просто не хотел на планетарку, видимо, нападать Серл. Поэтому он решил подождать готовности еще и этих юнитов. Да, у них уже готов апгрейд на дальность атаки. Следующий этап. Испытание для Мару. Плюс 50 лимита у Серла. Серла начинает вот эти свои излюбленные приемы с подкопкой и харасом одиночных люркеров. Здесь идет вперед Финн. Надо просто забрать одного либератора этими гидролистками. Но гидролистов не хватает. Вроде как Мару отпинался пока, знаете, так. Не сказать, что он прямо вот отбился, а прямо вот хорошо разменялся. Отпинался нормально. Живем, выживаем. Просто продолжает выживать Мару. Да, здесь стоит отметить, что Мару уже неоднократно в этом матче демонстрировал умопомрачительную волю победы. Тут просто проблема в том, что Серл так просто такие игры не отпускает. Поэтому просто выживать будет недостаточно. Мару еще, конечно, слишком беден для того, чтобы грейды 3-3 заказать. В общем, видите, в приоритете новые танки, делает новых гастов. Его можно понять. Если сейчас грейды 3-3 заказать, то можно вообще без ничего остаться. И буквально следующую атаку будет абсолютно нечем встречать. Грейд на конкассе шелл. Замедление мародером тоже, естественно, очень важен. Серл уже отжирает базу сверху. Можно, наверное, и внизу попробовать отжать. Ну, да, у Серла, конечно, 90 дронов, но все равно это слишком много для того, чтобы прям вообще всю карту отхапывать. Делать больше 100 рабочих в такой ситуации нецелесообразно. Тут нет никакой экономической гонки. Давно понятно, что Мару будет позади по экономике. То есть тут вопрос только в том, сколько будет боевого лимита еще при всем при этом. Снова, видите, пришел, подкопался люркером, заставил увезти рабов, бросить скан и ушел. Вот как играет Серл. Полетел еще транспортный оверлорд с люркерами. Один люркер был потерян, да. Транспортный оверлорд это что-то новенькое в этот момент. Видимо, готовит Серл атаку в другом направлении. Туретка ему мешала, он ее доел. Дальше готовит налом в лоб вот так широким фронтом. ЕМП попало по одному вайперу, вот второй остается. Тем не менее, дальше не рискует лезть Серл. Видя эту отчаянную готовность Мару обороняться, драться до последнего. Здесь Мару продолжает качать золото, которое, как по мне, его в игре и удерживает. Если бы не добыча золота, то вообще плохо было бы дело. Очередной люркер Серла где-то там спрятался. Серл, видимо, собирается чуть сменить акцент в направлениях своих атак. И сейчас попробует зайти с другой стороны. Здесь еще отсюда он люркером еще не подползал. Но Мару как на упреждение, прям сканит сенсорная вышка. Сразу дает понять, что что-то происходит. Серл, да, еще вот такие дропы люркеров делает. Как же противно играет Серл с точки зрения вот этого Хараса с позиции Терна. Это прям вообще невозможно. Тут еще на лом куча люркеров, которые, естественно, легко выбьют эти танки. Мару гастами отлично работает. Забирает люркера в обмен на танки. Ну и в обмен на нескольких рабочих, которые были потеряны. Тут можно попробовать бейлингами вкатиться либо в гастов, либо в минеральную линию, либо и туда, и туда. А можно еще и в морпехов. Прям во все решил вкатиться Серл. Снова люркер закапывается, снова мешает Мару нормально добывать на этой базе. Тут уже проел проход. Мару поэтому тут могут пробегать морпехи. И зерганги и пейлинги тоже могут. Какая тут война идет за каждый ресурс у Терны. Зерг все, у зерга вся карта, он себе ни в чем не отказывает. Сколько захочет ресурсов добывать Серл, столько и будет. На всех локациях идеальная добыча, нигде нет перенасыщенной минеральной экономики. И да, еще внизу, еще внизу хочет поставить базу Серл. Почему бы и нет? Шпиль пошел у Фина. Вполне возможно, он будет добавлять там каких-то караптеров или брудлордов. Здесь, кстати, дроп врывается на верхнюю локацию Серл. Он там, понятно, одними зерглингами очень легко отбивается Фин. Здесь снова попробует, видимо, показать давление на соперника с другой стороны Серл. Серл пока не понимает, куда ему приткнуться. Вот вроде везде все вкусно, везде можно попробовать там поотжимать у Мару танки, поотжимать экономику. Но вот прям, чтобы в генеральное сражение наломиться, пока такое ощущение, что у Серла нет понимания, где же это слабое место в обороне Мару. Марта уже выровнял боевые лимиты. И грейды 3-3 у него в производстве, да, все еще их нет. Все еще не сказать, что Мару выровнялся соперником по грейдам, но он на правильном пути. Опять высаживаются люркеры. Что ты будешь делать, Мару прям вообще не может нормально, спокойно подобывать. Постоянная фигня какая-то происходит. То с одной стороны, то с другой стороны. Представляете, под каким колоссальным давлением все это время играет Мару. Очередной налом на базу на золоте, там блондинклауд на танки. Но бейлинги не стали вкатываться в планетарку, потому что очень много пехотинцев было рядом. И там был большой вопрос в том, какой процент юнита в итоге докатится. Здесь, о боже, Сэрл еще и спасает этого люркера на красный хп. Ну что ты будешь делать? Оп, высадился, но получил выстрел от танка. Я думал, он еще закопается и на дополнительный скан разведет. Да, Сэрл прям не оставляет в покое. Грейтер Спайер действительно пошел. В будущем Сэрл о брудлордах может подумать. Но пока, как для брудлордов грейдов, просто никаких нет. Поэтому я бы не спешил в них переходить. Мару же новая база нужна. Да, и она появляется в левом верхнем углу. И снова Сэрл думает, что вроде как нашел слабое место. Вроде как можно попробовать сюда бейнами вкатиться. Просто не считаясь с потерями взорвать все. Сэрл реально взрывает все. И реально не считаясь с потерями. Посмотрите на разницу по потерянным ресурсам. Мару сидит в обороне. И такое ощущение, что именно в этой игре Сэрл не до конца понимает, как эту оборону пробивать. У Сэрла вся карта. Ему никто не мешает. У него будет суммарно на две локации больше, чем у соперника. Две локации это... Давайте посчитаем. 4 на 1,800. Это 7,200. Еще плюс половинка. Это 3,600. 10,800. Плюс 21,5 тысячи минералов у него будет значиться. И плюс 9 тысяч газа. То есть суммарно плюс 30 тысяч потерянных ресурсов может себе позволить Сэрл. Правильно? Это, конечно, очень грубые подсчеты. Но тем не менее. Плюс две локации именно такой эквивалент создают. Сэрл пока свою квоту не исчерпал, но, надо сказать, он к ней приближается. Потому что, в принципе, за 19 минут игры мы видим разницу в 15 тысяч потерянных ресурсов. Из которых, давайте-ка посмотрим, уже 12 тысяч минералов. В принципе, тут уже более половины своей минеральной квоты Сэрл исчерпал. Это при условии, что он все эти локации полностью подобывает. А так, видите, он уже хату сверху потерял. Кстати, по-хорошему, по-правильному, по-литературному, наверное, даже стоит говорить, исчерпал. Хоть это и звучит, мне кажется, немного странно для нашего современного балованного уха. Так, 7 брудлордов. Сэрл действительно делает ставку на брудов. Мар делает передроб на еще одну локацию Сэрла. Слушайте, у Сэрла реально возникает такой прям серьезный экономический кризис. Вроде только что он прижимал оппонента к его базам по всем направлениям, а тут Мара внезапно взял, резко контратаковал, на еще одну базу вышел и две базы Сэрла выбил. И теперь это по локациям паритет, которые Сэрл себе позволить не может именно из-за этих чисел в таблице потерянных ресурсов. Как же неожиданно переворачивает эту игру сейчас Мару. Сэрл делает однозначный вывод, окей, теперь ему нужны юниты, которые окупаются намного лучше. Это брудлорды и это инфесторы, которым уже готов невральный паразит. Тут можно попробовать разыграть всякие приемчики по типу инфесторы, которые переманивают Гастовы и бросают ЕМП во всех остальных. Сэрл, естественно, не оставляет надежды на то, что он сможет нормально добывать на этих базах сверху и внизу, но как-то пока не получается. Мару здесь группой пехоты пытался сбить остатки добычи на золоте, но здесь реально уже, сколько, господи, жалкие, 700 минералов остается. 13 танковых 15 Гастов. Ну вот ядро армии Мару. Здесь впервые такой состав армии времен Wings of Liberty. Инфесторы и брудлорды. При поддержке вайперов, да, но... Это серьезные перемены в игре с Эрл, о которой доселе Лейтгейм играл совершенно иным образом. Масс инфесторы с брудлордами. Против вот этого могучего войска Терна. 200 лимита на 200, причем боевые лимиты тоже огромные, стоимость армии явно выше у Зерга, но это неудивительно. У Зерга, конечно, просто фантастическое войско. Очень много брудов. Главная проблема брудлордов это грейды. Там все-таки даже у мех юнитов 3-1. У брудлордов пока всего-навсего 1-1 вот-вот будут готовы. Ветролистки как-то прям спокойно подошли и танк забрали на ровном месте. Здесь выбивает остатки добычи соперника на этом золоте Терен. Один и единственный минеральный кристалл остался. Бывает. Красивая оборона от Сэрла. Три люркера. Которые прогоняют эту пехоту. Мару, мне кажется, сейчас подхилится и все-таки наломится каким-то могучим наскоком на этих люркеров. Вы знаете ощущение, что Мару специально начинает отдавать танки и перестраиваться в механизацию, делая хелбатов с адским пламенем. Что? Очень интересная адаптация к действиям соперника от Мару. Мару специально отдает танки и часть пехоты для того, чтобы добавить торов, хелбатов с адским пламенем и либераторов с дальностью. А Сэрл не ждет, пока у соперника все эти пертурбации состоятся. Сэрл уже нападает. Тут становится понятно, да, почему танки это не лучший юнит. Естественно, против брудлордов танки чувствуют себя так себе. А Сэрл развивает наступление. 143 боевого лимита на 142. Дорогущая зерговская армия. Против этой пехотной группы уже при поддержке торов, хелбатов. Шесть торов, кстати. Либераторы добавляются. Есть ядерные удары у Гастов. Первый ядерный удар такой на упреждение, просто заставит Сэрла. Но если не отступить, то как минимум не наступать в течение какого-то времени. Медиваки еще отдает Мару. Тейдерного удара пока не слишком много толку. Слушайте, ну минус Медиваки, это прямо интересно. Да, здесь осталась довольно плотная группа Медиваков с этими мародерами-морпехами. А в остальном Мару хочет совсем другими юнитами занять свой лимит. Торы, викинги, либераторы, Гасты. Выдергивается Либератор. Сэрл. Не совсем понятно, кстати, почему именно здесь хочет наступать. Добывающие мощности Тулмару вон где. Вон где его экономический потенциал. С другой стороны, да, тут еще база на 12. Согласен, ладно. Если эту базу попробовать выбить и занять впоследствии, то дела у Сэрла пойдут немного лучше. Еще один ядерный удар в группу Ченджлинга вон придется. С каким скрипом хором умирают эти Ченджлинги. Командный центр Мару возвращается на исходные позиции. Мару продолжает собирать какой-то совершенно дикий лимит с танками, Торами, Гастами и Хелбатами. Фактически Мару полностью перестроился из био в мех. Сэрл с 20 брудлордами просто ждет готовности грейдов. Да, у него уже 3-3 пошли. Очень быстро догоняет соперника по апгрейдам Зерк. Делает шаг вперед брудлордами. Бросает Микосу эту группу пехоты с Хелбатами. Напомним, что медиакиты и Хелбатов тоже хилят. Очень хорошая связка Микоза и Бландинг Лаудов. К пехотному войску Терна еще паразитическая бомба влетела в либераторов. Да, Сэрл начинает играть очень четко в плане стоимости армии, в плане выгоды от разменов. Здесь уже нет лихих наскоков с квадриллионом бейлингов, при помощи которых закончить игру Сэрл не удалось. Ой, ну как это так? Командный центр Мару догорел. Стоило бы, наверное, его попробовать починить в какой-то момент. Здесь люркер внизу, вышибает туретку, вышибает сенсорную вышку и дальше, да, наверное, стоило бы как-то помешать Мару добывать. Потому что у Сэрла определенный запас по ресурсам есть и база сверху тоже появилась. Но сейчас и у Мару будет запас по ресурсам появляться. Страшное войско у Зерга. Очень дорогая армия, вообще невероятно дорогая. Суммарно тут восемнадцать с половиной тысяч ресурсов у Зерга, а Терран попался, попался на микозы. Бейлинги тут как тут, не догоняют они гастов. Чуть-чуть не хватило, еще одного буквально микоза не хватило, который мог бы закончить карьеру всех этих гастов. Безумно много Торов. Десять Торов, четыре Либератора, девять гастов. Мощнейшую армию собирает Мару. Тут прям, знаете, оба игрока сейчас мускулами играют. Такие две мировых ядерных сверхдержавы. Друг напротив друга, их война уже отнюдь не холодная. Видите, что происходит? Призываются ядерные удары на пограничные территории. Гост выдергивается тот самый, который Нюк укастовал. Как они это делают в такой гуще событий, вообще непонятно. Но им реально удаются такие маневры. Еще микоз, блайн, динклауд, подлетели брудлорды, забросали Торов брудлингами. Мару потерял лимит. Мару еще в это время рабочих теряет. Там, да-да-да, люркер подкопался. Ну и Мару реально сильно хелбаты помогают, вопросов никаких. Три-три грейда уже у меха Терна. Терн идет вперед. Три-три вот-вот будут готовы у зерга. И после этого у брудлорды войдут в финальную фазу своей боевой мощи. Мародеры, Госты, Марпехи, хелбаты, либераторы, медиваки, Госты, Торы. Просто все терновские юниты в этом сражении сейчас на стороне Мару. Отступает своими Гостами Мару для того, чтобы под Микозы не попасться. И очень здоровски зашли его ЕМП. Микозы вообще ни почему не попали. И как же Мару проводит это сражение? Он просто разрывает армию зерга. ЕМП по инфестрам. Как следствие, отсутствие возможности бросить невральные паразиты в Тор в соперника. Отсутствие блондинклаудов у вайперов. Полностью переиграл оппонента Мару в этом эпизоде. Сейчас он забирает эту верхнюю базу со всеми потрохами. И по потерянным ресурсам уже разница 22 тысячи. Мара впереди по лимиту. А помните, как тут все начиналось-то? Опа. Инфестр прополз в тыл. Может быть, вот он шанс. У кого тут мана на ЕМП есть? Вот у этого товарища есть. Надо попробовать, надо попробовать. Надо обязательно бросить невральный паразит. И потом ЕМП во всех остальных Гостов. Инфестр затаился где-то сзади. Сэрл не спешит давать сражение. У Сэрл добыча внизу идет. Он хочет выиграть еще немного времени на то, чтобы восстановиться. Тут уже не брудлорды. Тут люркеры. Вот сейчас может быть отличный момент. Соперник в узком проходе. В зоне замедления. Ловит его Сэрл. Просто бесподобно нападает. Ну же. Сейчас нужны невральные паразиты у этих Торов. Обязательно, чтобы они просто никуда не ушли. Окружает их зердлингами Сэрл. Окей, так тоже работает. Он всех Торов забрал. Всех до единого. Тут либераторы появляются на поле боя. Вот против них нет антиэра у Сэрлла. Потому что все гидролистки превратились в люркеров. Сэрллу нужно отступить. Но это просто легендарная победа. Как же Сэрлл сейчас разорвал войско соперника. Даже без невральных паразитов тут все сложилось. Там, видимо, не так много маны было у большинства инфесторов. Зашли микозы. Уже хорошо. Микозы тут были намного важнее. Антиэр срочно какой-то. Караптеры заказаны. Сэрллу нельзя терять эту базу. Ни в коем случае. У Сэрлла очень сильное войско. Гигантский боевой лимит. Он нападает. Караптеры подлетели. Они забирают либераторов. Микоз в медивак. Медивак все-таки уходит и увозит гастов. Но люркеры продолжают контрнаступление. Зерга здесь вся экономика. Мару вынужден спасаться бегством. А версира не хватает. Поэтому гасты в невидимости чувствуют себя неплохо. Вынужден Сэрлл чуть-чуть отступить, перегруппироваться. Нужен версир для того, чтобы продолжить наступление. Сверху сейчас нет добычи у Сэрлла. Но внизу есть у Мару. У Мару толком добычи нет. 500 минералов в минуту. Сложнейшая ситуация для Мару. 90 лимита на 117. Сэрлл впереди в полтора раза по боевому лимиту. И по добыче впереди. Плевать, что рабочих у него меньше. Мару нужна эта локация. Кровизносу нужна. О-оу. О-оу. Инфестор заползает. Не достал его с Канамару. Ну же, ну же. Невральный паразит и ЕМП. Сэрлл, чего ты ждешь? Сэрлл заполз в зону действия туретки. И теперь не сможет перехватить гаста и бросить ЕМП во всех остальных. Ошибся. Сэрлл как-то очень жадно сыграл. Была возможность. Надо было ее реализовывать. Здесь пехота выбивает. Хэтчери. Сэрлл все понимает. Нужно бросаться вперед. Невральный паразит в танк. Нормально. Нормальный вариант. Танк очень хорошо здесь пострелял. Еще один невральный паразит в танк. Люркеры закопались. Караптеры выбивают медивак, по которому сидят мародеры. Минус локация. Минус мару в этой игре. Нет никакой добычи уже у Террана. 27 СВ остались. Я не знаю где. Ничем они занимаются. Мулы. Да, последние крохи остались. Там сколько минералов, господи. Тысяча минералов осталось сверху. Все. Последняя тысяча минералов в этой игре для Террана. У зерка добычи здесь есть. Но зерк внизу хату потерял. Окей. Теперь от баса сверху все зависит. Еще один шикарный микос. Люркеры сюда подходят. Подкапываются. Можно танк забрать как минимум. Таааак. Танк, танк, танк. Не уйдет. Минус танк для мару. Окей. Продолжается. Неимоверная заруба нет. Но я не понимаю, что вообще может сделать мару. Как это войско убить-то? Сколько гастов осталось? Четыре всего-навсего гаста. Ну это ж уже... Куром на смех. Тут еще закопанный инфестор опять. И второй закопанный инфестор все еще может провернуть этот трюк. Да, можно выкопаться и бросить микоса. Можно просто попробовать невралом перехватить гаста. Инфестор уползает. Мару бросает мулов. Но тут надо понимать, что плюс мула это потенциально минус сканы. Маны есть в этой орбитальной станции. Сэрл не ждет. Сэрл наламывается. Просто вот так вот нападает на позиции соперника. На разложенные танки. На туретку. Не факт, что это была хорошая идея. Как так? Сэрл теряет войско. Снайперские выстрелы. Гастов тут шикарно. Прошлись по люркерам. И Мару тут же идет вперед вышибать эту базу сопернику. Ну ладно, у Сэрл еще база сверху есть. Но тут и у Мару инком появился. Королева Сэрл пришла воевать. Последняя оставшаяся на карте королева. Забрала она перед смертью туретку. Теперь, по-моему, все с ног на голову переворачивается. Сэрл очень неудачное сражение провел. И инфесторы как будто бы в итоге в сражении не поучаствовали. И просто наломился он прямо на танке с туретками. Как же тут много мула. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что сейчас добывает Мару? Сэрл нельзя ждать. Сэрл нужно нападать. И выбивать у соперника эту добычу. Там уже все кончено. Здесь Сэрл нормально качает. Но здесь он добывать не будет. Если у соперника будут тут позиции с танками. Все это понимает Фин. Нападает на танки соперника. Снова вынужден на разложенные танки вперед лезть. И бейлинги до гастов не докатились. Джи-джи. Какую игру Мару вытащил? Просто неимоверно. 3-2 в пользу Мару. После феерии на карте Блэкберн. Сэт номер 6. Карта Хардвайр. Подает на матч. На победу во всем турнире. Тим Энви Мару. Корейский супер чемпион. Рекордсмен Глобал Старкрафт 2 Лиги. Ну и заодно чемпион мира 2017 года. По версии World Electronic Sports Games. Чемпион мира 2018 года. По самой престижной версии World Championship Series. Сэрл из команды Энс. В правом верхнем углу. Шестой сет на Хардвайре. А седьмой сет, если он состоится, будет на 2000 атмосфер. Наверное, на самой, давайте скажем, атмосферной карте Мапула. Ну, 2000 атмосфер мы уже, естественно, давненько видим Мапуле. Мы к этой карте привыкли. Но мне кажется, привыкли вот с позитивной стороны. Она пока и близко не надоела. И при этом на ней уже тоже немало запоминающихся игр мы видели. Хардвайр это новое слово в Мапуле Старкрафта. Как, в принципе, и подавляющее большинство карт вообще. Все, что мы видели в этом матче, кроме Блэкберна. Очень интересный поединок. Конечно, градус противостояния невероятно высокий. Может быть, мне так кажется, потому что я фактически вживу этот матч, комментирую. Может быть, дело в чем-то другом. Но я прям чувствую, как игроки цепляются за каждую мелочь. Как вот они не прощают сопернику даже мельчайшие ошибки. И как они сами дорабатывают, доигрывают в каждом микроэпизоде игры. Действительно, это вот настоящий финал. Вот таким должен быть финал. Мне кажется, в этом плане, знаете, мы в Старкрафте, люди отнюдь не избалованы. В том плане, что не хватает как раз по-настоящему зрелищных, крутых финалов в Старкрафте. Где нет места нервам, а есть место только топовому Старкрафту. От первой до последней минуты. Как-то вот многовато этих 4-0-4-1 без борьбы. Как-то многовато грубых ошибок. Особенно вот если мы смотрим финалы GSL. Но там явно, там есть какая-то психологическая борьба, которую один выигрывает, другой проигрывает. Давненько я действительно не видел вот таких финалов, в которых прям шла бы по-настоящему жесткая заруба. Может быть, это пока не матч года, но это уже финал года, в моем понимании. Просто вот по накалу, по уровню борьбы, по уровню противостояния, который дарят нам Мару и Сэрл. Вот теперь я готов констатировать. Впервые за весь матч Мару повторился с опенингом. Вот теперь вопросов нет. Три орбитальной станции. Далее два барака. Старпорт, дабл дроп. Да, да, Мару повторил свой дебют. На карте Glitter and Ashes, если я не ошибаюсь, он играл именно в таком стиле, в таком же русле. Не сказать, что это прям плохо, но, по крайней мере, можем констатировать, что если и осталась еще какая-то заготовка у Терна Энви, то он ее приберег на седьмой сет. Но тут можно было бы сказать, что Мару рассчитывал победить просто за первые пять сетов за счетом 4-1. Поэтому он решил, что у него будет ровно пять дебютов на этот финал, а больше ему не понадобится. Но, наверное, это было бы слишком наивно рассчитывать на победу со счетом 4-0 или 4-1 над своим принципиальнейшим соперником в мире StarCraft 2. Лэйр, Бейлинг Нест, 2 Эволюшна, Серла по-прежнему, видимо, основная ставка будет на линго-бейлинговую тему. Мы помним, что на Роуче он сделал ставку на Кьюриос Майн в самом начале этого финала. Господи, как давно это было! Как будто бы это вообще была уже какая-то другая игра. Причем, наверняка, мне кажется, есть у нас зрители, которые в 2, в 3, в 4 подхода смотрят этот ролик. Он уже по-настоящему огромный, наверное, один из самых продолжительных матчей на моем канале. Один из самых интересных при этом. Его, конечно, в идеале посмотреть вот так, с чувством, с толком, с расстановкой от начала и до конца. И сложно, наверное, это сделать в один подход. Вот, поэтому, наверняка, многие из вас уже и забыли, что ж там на Кьюриос Майнс-то было? Там было безостановочное Серловское Роуче Реведжеровое давление. Напишите, кстати, в комментариях, мне действительно интересно. Вы вот в один подход все это посмотрели, когда вы сейчас на карте Хардвайер уже в конце второго часа этого видео? Или в 2, или в 3, кто во сколько? Потому что для меня, конечно, это все проходит как такой один большой лайв-эвент, который я комментирую. Гидролист Дэну Сэрла, он пока не меняет план по сравнению с предыдущим сетом. Здесь у него, что будет немного лучше по сравнению с партией на Блэкберне, так это ситуация по апгрейдам. Тут вообще нет ощущения, что у Мару там могут быть какие-то ощутимые тайминги с 2-2 на 1-1. Сэрл еще здесь так ловит эти дропы. Карта Хардвайер в этом плане может быть чуть менее приятна, чем Блэкберн, но здесь тоже особо не подропаешь. Ох, как же королевами вне крипа пытался Сэрл перехватить эти медиваки. Неожиданный был поворот для Мару, но Мару справился. Тут не спешит накалять обстановку на карте Мару, не спешит задавать сверхвысокий темп. Как он это делал в нескольких сетах ранее. Тут, видимо, у Мару есть ощущение, что стоит сразу сделать ставку на какой-то лейтгейм. На противостояние с Сэрлом в более поздней стадии. Ну, может быть, просто потому, что после карты Блэкберн получил Мару уверенность в собственном лейтгейме, в том, что он переиграет Сэрла в поздней стадии игры, если все будет в порядке. Сэрл, в свою очередь, как мне кажется, по аналогии с картой Блэкберн, должен сделать ставку на то, чтобы продавить соперника в средней стадии игры. Но там-то мы помним, у Сэрла гигантское было преимущество, и продавить он не смог. Здесь, говорите, какому-то преимуществу пока не приходится. Ошибка у Мару, кстати, знаете какая? Он армори забыл своевременно. Ну, сейчас у него грейды 1-1 уже готовы, а 2-2 он заказать не может. Так что речь даже не о том, что у Мару не будет тайминга с грейдами 2-2 на 1-1, допустим, а то, что у Сэрла такой тайминг будет. Это не самая приятная история для Терна. Да, Сэрл прям абсолютно идеально отбивается. Он везде готов встречать своего соперника королевами, лингами и бэйнами. Мару пока абсолютно никакой урона нести не может вообще. 9 криптуморов он забрал у своего соперника, ну и там как-то разменялся 3-мя морпехами на зернигов. Кстати, аж 30 собак забрал. Не просто так летал этими дропами Мару. Постоянно он по чуть-чуть у оппонента откусывает. Какой-то минимальный урон наносит. Да, как же четко все исполняет Мару. Сэрл просто пытается в такой стандартной макроигре быстро раскачаться, быстро развиться, быстро получить технологии, при этом не пострадать от действий соперника. Ну да, Мару прям откровенно на лейтгейм ставку делает на хардвайр. Посмотрите, у него уже 5-й командный центр Госакадемии на 9-й минуте. И тут он просто двумя порциями дропа влетает. Как-то минимально соперника задерживает в плане распространения крипа, в плане там экономического развития, в плане экспансии, занятия новых баз. Но у Сэрла при этом тут уже по всей карте владения. Посмотрите, кругом крип. Кругом гидролистки, линги, бейлинги. Люркер Дэн пошел хайв. Камни он пробивает, но Мару ему будет мешать. Да, Мару эти камни нужны. Мар тут просто такие редуты выстраивает. Делает все для того, чтобы просто сразу в позднюю стадию игры перейти. Ну да, я понимаю задумку. Мне кажется, Мару реально после того, как именно он выиграл сет на Блэкберне, склонен считать, что ему нужен лейтгейм против Сэрла. Что вот именно в средней стадии игры, или особенно в начальной стадии игры, он вполне может проиграть. Если где-то как-то соперник его прижмет, задавит, это вполне реально. Сэрла как раз тонко намекает нам на то, что давить он хочет, давить он будет. Удастся или нет, узнаем уже очень скоро. Мару, конечно, видит все эти поползновения соперника, все эти попытки перейти на противоположную часть карты. Тут Мару нужно быть осторожным, потому что одно неудачное сражение может обернуться полнейшим фиаско на всех фронтах. Бейлинги вкатываются в минеральную линию на четвертую, это минус планетарная крепость, но не минус рабочие, которые успели спастись, которые ушли в самые уголы, до которых не докатились бейлинги. Ну я бы не сказал, что это был такой уж удачный размен для Сэрла. Да, по деньгам так совсем неудачный. Мару на новую базу вышел, а здесь у него дополнительные командные центры кругом. Поэтому Мару просто гнет свою линию, Мару просто выходит в лейт. Сэрл будет предпринимать дополнительные шаги для того, чтобы все-таки хоть как-то соперника расшатать и вот такой спокойный лейтгейм не дать Мару почувствовать. Первый инструмент для расшатывания это нидус, и второй инструмент для расшатывания это вот такой вот налом слева, где вроде как действительно нет большой группировки у Мару, есть несколько танков, есть сенсорная вышка. Танки уничтожены, сенсорная вышка просто позволила своевременно отреагировать. Тут еще линги забежали, но была рядом планетарная крепость, поэтому в итоге Сэрл вот так эстроумно закапывается рядом с этой базой. Давайте посмотрим, как зайдут нидусы. Еще! Еще сеть нидуса! По два червя одновременно собирается бросать Сэрл. Да, видно, что Сэрл очень не хочет просто так брать и спокойно переходить в лейтгейм. Да, его это не устраивает. Он будет расшатывать, он будет создавать давление. Очень много крипа у Сэрла. Снова вся карта, как и на Блэкберни. Имару как будто бы и не сопротивляется, но там он просто не мог себе ничего позволить, потому что был очень далеко позади. И здесь такое ощущение, что как будто его все устраивает. Самое главное просто дожить. Имару будет пытаться доживать. Минус база, но развить наступление Сэрл все равно безумно сложно. Слишком глубоко эшелонирована оборона. Понимаете, в чем проблема? Ты вот первую линию редутов пробил, а дальше там новые танки, планетарки, подкрепления постоянно подходят. Как же красиво выдергиваются Госты. Этот Гост в итоге на одном ХП жил и успел ЕМП еще во что-то там бросить. Каждым юнитом прям идеально отрабатывают Мару и Сэрл. Вайперы пополняют запасы энергии. Для них бы еще какие-то, может быть, эволюшены ближе к центру карты поставить. Так, ну и люркеры пошли. Люркеры, которые, видимо, будут брошены куда-то на мейн соперника. Да, вот, два червя сразу. Подразумевается, что Мару будет в два раза сложнее реагировать. И в два раза дольше, соответственно, он будет этих червей забирать. А в это время еще в лоб забегут линги и вкатятся бейлинги. Но для Мару пока два червя вместо одного не проблема. И тут тоже Сэрл толком не вкатился. Я не знаю, ну вот как Мару так обороняется, круто. Есть понимание вообще, как простым смертным такую же оборону для себя построить. Люркеры, да, попробуют зайти со спины. Забрать сенсорную вышку, похорасить минеральную линию. Здесь не дает Сэрл. Оппоненту так просто перейти на новую базу. Все это понятно. Сам Сэрл там отжимает все новые и новые базы. И вроде как Сэрл все правильно, все логично делает. Мы помним, вот пробовал он, кажется, на Глитр и Нэшес именно сыграть в слонов против пехоты Мару. Вроде как слоны не очень сильно окупились. Пробовал брудлордов на Блэкберне. Толку от них было не шибко много. Сейчас он возвращается к теме с инфестрами и люркерами, которая была, наверное, наиболее успешной для Сэрла на дистанции этого матча. Да и других поединков против Мару в том числе. Снова наламывается Сэрл. Туту Мару, может быть, не лучшая подготовка была. Видите, так сбоку подобрался Сэрл, но вынужден отступать Фин, как только подбегает основная группировка Терна. Пехотная. С нидусами пока Сэрл забил. Ничего не получается, Мару слишком здорово обороняется. 3-3 апгрейды делаются у Терна на пехоту. Третий грейд на атаку танкам. Основное войско Сэрл все еще маневрирует для того, чтобы там хоть с какой-то стороны приткнуться. Ой-ой-ой. Тут и Гасты сейчас немного загуляли, но в итоге как будто бы... не сможет наказать соперника Сэрл. Да, далеко находится его основная группировка. Окружить Гастов не получится, но Мару надо как-то поосторожнее. Потому что, конечно, именно потеря Гастов может стать для него, если не фатальной, то просто весьма неприятным явлением на карте. Здесь тем временем вкатываются Бейлинги. Вновь не докатились они до Гастов. Линг в минеральной линии. Там чуть погрыз рабочих, но... Сверх большого толку от него не было. Сэрл, вот чувствуете, он прям прощупывает, прощупывает, хоть где-то пытается найти это слабое место. Да, снова пытается инфесторам проползти традиционный прием. Причем, видите как грамотно, тут кругом туретки. Но Сэрл пробил оборону соперника с одной стороны. Да, там теперь нет туреток. Заполз. Хотел как раз заползти в тыл с другой стороны, но... Наткнулся на очередную туретку Мару. То, как Мару выстраивает оборону, это вообще какое-то отдельное старкрафтерское искусство. Просто невозможно найти слабые места в этой обороне. Просто невозможно. Сэрл и так пытается, и так пытается подобраться. Ничего не выходит. Мару свои базы защищает просто бесподобно. Причем, вот так посмотришь и вроде с высоты. Ну что, тут какой-то один танк, тут один танк, тут сенсорка, а тут туретка, елки-палки. Какое вообще... В чем вообще прикол? Зерк вроде нападает через атаку и все это убивает. Но Мару как-то умудряется вот при помощи этих вроде бы одиноких юнитов, одиноких разложенных танков и сенсорных вышек очень грамотно реагировать, постоянно своевременно перебрасывать войска в нужном направлении. Давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Вот снова Сэрл вроде как правильно нападает. Он и здесь люркерами отлично подкопался, и здесь войском хорошо напал. И справа в это время, ну просто хата потеряна, больше ничего толком Мару не добился. То есть в правильном направлении работает Сэрл, но развить наступление пока все равно не может. Два шпиля, да, по земле никуда, все же воздух. Планирует делать Сэрл. По локациям тут, кстати, похожая история, да, на Блэкберн? В том плане, что вот есть две базы в центре. Все зависит от того, кто откуда будет добывать. Тут при этом по потерянным ресурсам, наверное, не такая большая разница, как на Блэкберне была, но все равно в пользу Мару. Вот смотришь на эту игру и понимаешь, да, Мару действительно не просто так делает ставку на лейтгейм. С учетом того, насколько круто он обороняется, а потом, насколько круто он управляет своим лейтгеймовым войском, расчет Мару предельно ясен. Прям никаких сомнений и вопросов нет. Грейтер Спайр заказан, пошли первые караптеры, да, Сэрл готовит переход к Бродлорду. Он уже понимает, что без них никуда, он все еще пытается как-то реализовать свое гидролинго, Бэйна, Люркера, Вайпера, Королевское войско. Королевское это в смысле, что королева здесь тоже, а не в плане, что есть какие-то привилегии исторические у этой армии зерга. Как же забавно выглядит эта армия, и как же сложно и на самом деле управлять, господа, вы не представляете. Тут же не осталось морпехов, 7 марадеров, 8 танков, 6 либераторов, 3 викинга, 15 гастов при поддержке 7 медиуаков. Безумно сложное в управлении войско Мару, но Мару постоянно извлекает из этой армии максимум. У Сэрла, конечно, тоже потихоньку, там и инвесторы, и вайперы, и королевы, и люркеров закопай. И караптеров не отдай, и бейлингами прокатись. У Сэрла тоже все больше и больше сложных задач появляется на карте. Мару продавливает оппонента на западном фронте, заставляет от этой базы отказаться Сэрл. Взамен ставит базу на фронте восточном. Какой план на сражение, Юна? Надо что-то придумывать, надо как-то хитро нападать. Такое ощущение, что Мару прям этим методичным стилем просто может втаптывать соперника в земли карты Хардвайр, абсолютно спокойно, без лишнего напряга, и в течение 10 минут вытоптать все. Может быть с Брудлордами пойдет по-другому, посмотрим. Там пока нет никаких Торов, только первый в заказе, как я понимаю. То есть, в принципе, Брудлорды имеют определенные тайминги для того, чтобы себя проявить. Мару вновь, видимо, настроено давать танки. Не просто так, они без прикрытия через атаку лупят эту хэтч, и сенсорная вышка, конечно, это тоже шедевр. Сэрл теряет хаты слева, теряет хаты справа. Давление очень жесткое оказывается на Фина. Ну да, да, нужно, наверное, снова собирать лимит с Брудлордами, и при этом быть готовым к какому-то мощному дозаказу. Тут вот в чем позитивное для Сэрла отличие от карты Блэкберн? Собрав дорогое войско, Сэрл не теряет потенциал на его восстановление. На Блэкберне мы помним, там был, по сути, один лимит с Брудлордами, и после него уже не было ничего. Жизни после этого лимита для Сэрла на карте не было. Когда он его терял, он проигрывал игру. Здесь расклады чуть другие, запас по ресурсам у Фина весьма приличный. Плюс тут есть королевы, которые будут этим Брудлордам саппортить. Понятное дело, есть и инфесторы с вайперами. Сейчас мы увидим позиционную войну в очень интересной точке на карте. Здесь как будто бы для Зерга удачная позиция, именно за счет того, как Брудлорды стоят. Отходят Гасты, Гасты успевают пару пиу-пиу сделать, но тут же королевы все это компенсировали. Красивая работа от Сэрла. Получил снайперские выстрелы, тут же отхилил Брудлордов, и в итоге Гасты ничего не добились. Сейчас пойдет суровая позиционная война. Эти масс Брудлорды и при поддержке королев спор инфесторов вайперов, они способны на многое. Да, грейды у них пока 1-1, ничего страшного. Мару уже вынужден эту базу отдавать. Копятся потихоньку ресурсы у обоих игроков, потому что у обоих 200 лимита, и толком они сейчас ничего не подстраивают, там максимум какие-то апгрейды делают на радиус ЕМП, Адское пламя и третий механический армор у Терана. Плюс 3 на коготь дистанционную атаку и 2-2 на воздух у Зерга. Эти базы остаются нейтральными. Пока ни Теран, ни Зерг не могут занять локации, которые станут своего рода тайбрейкерами. Хотя как? Одна может и не станет. 12 тысяч ресурсов запаса у Мару, на 12 тысяч больше он может потерять. Ну или позволить сопернику добыть. А это как раз не намного меньше, чем на одной полноценной локации находится. Группа мародеров снова очень эффективна именно в том, чтобы вот так вот забежать и хэтчери профокусить. Не первый раз проворачивает этот прием Мару за последние две карты. Снова пошли ядерные удары. Да, Мару и Сэрл, видите, в своем противостоянии, похоже, дошли до этапа, когда они отчетливо осознают, что, пожалуй, просто ничего не могут противопоставить идеальной обороне друг друга. Это как два шахматных гроссмейстера экстра-класса, которые уже заранее до игры понимают, вероятность ничьи достаточно высока, но можно попробовать где-то как-то на чем-то соперника переиграть, только не детскими какими-то приемами, а суровыми ходами в мид-лейт-гейме. Точнее, простите, в мид-тель-шпиле и эн-шпиле, конечно же. Здесь вот аналогичная ситуация. Грейт на скорость перемещения медиваком и кулдаун буста делается у Мару. Один из самых бесполезных грейдов, которые только есть во втором Старкрафте, но в такой ситуации мелочей не бывает, когда у тебя много денег и у тебя уже есть фактически все возможные юниты, и стоит сделать и все возможные грейды. Сэрл вот так вот аккуратно под спорами дополз до этой базы слева и отжал себе эту локацию. Мару, в свою очередь, отжал локацию справа. Деление карты 50 на 50 как будто не очень выгодно именно Зергу, но посмотрим, что он может с этим сделать. Эту базу Мару уже в любом случае выкачал, поэтому какое-то наступление на Западном фронте слишком сильную ситуацию не изменит. Мару потихоньку дает рабов, все правильно делает. Чем больше боевого лимита, тем лучше. Сэрл уже тоже это понял, поэтому он своих рабочих инвестировал в статобарону. Если можно инвестировать рабочих как-то, то вот... Именно этим Сэрл и занимался. Когда не инвестировали рабочих? Еще группа ССВ Мару приехала. Освобождает лимит Терран. Зерк освобождает Терна от лишней орбитальной станции, в кавычках. Ну и, в принципе, от возможности добывать ресурсы на этой базе. Тут еще сколько-то осталось, но... Есть ощущение, что Мару глубоко фиолетово это все. Он зачем-то все равно восстанавливает тут техническую лабораторию. Видимо, хочет, чтобы здесь был хотя бы какой-то опорный пункт. И Мару готовится идти вперед. Ну да ладно, Мару уже решил. Че, 50 на 50 мы карту поделили, правильно? Самое время перейти в наступление. Сэрл, кстати, такое ощущение, что... Атаковал сам справовую колонию для того, чтобы просто брудлингов получить. И этими брудлингами дальше вперед пойти. Он потихоньку выбивает с пора соперника Мару. Тут уже даже микробную завесу использовал Сэрл. Для того, чтобы помочь своим королевам. Ядерный удар кастует Мару. Сэрл, Сэрл, Сэрл играет с огнем. Да ладно, Сэрл просто нагло лезет вперед. Прямо под ядерку. Уходит самый последний момент Финн. Ничего себе маневры. Видели, че он вытворил-то? Еще Микос не попадает по гастам. Это опасно для Зерга. Зерг пробует как-то выбить Либератора. Опять же, при помощи микробной завесы. Режет урон от них в два раза. Наверное, помогает королевам. Отступает Мару, пока понимает, что не может пробить Сэрла на хайграунде. Ну что, вот он секрет лейтгеймового успеха Финна. Большой запас по ресурсам, плюс гигантский лимит брудлордов. Снова посмотрите, армия стоимости в 18 почти с половиной тысяч. Разменялся инфестор на королеву, по-моему. Если можно как-то по этой луже крови опознать труп, то больше всего, как мне кажется, именно на королеву похоже. Еще ядерный удар. Готову Мару. И Мару снова собирает вот именно такой лимит с Торами. 10 Торов. Сколько-то холбатов с адским пламенем. Да, это снова механизация, плюс гасты. Пехоте здесь не место. Против такой страшной армии Зерга. Хороший Мико зашел от Зерга. Теперь он продолжает наступать, он просто танками выбивает споры. Идет вперед хелбатами, раскладывается либераторами, начинает Торами атаковать брудов. Брудов тут безумно много. 22 брудлорда на 8 Торов всего-то навсего. Мару попробует ядеркой компенсировать эту разницу в боевых мощностях. Слушайте, а ядерка-то прямо на этих брудлордов сейчас приземлится. Да ладно, да ладно, что делает Сэрл? Сэрл! Сэрл бросил Блэндин Клауд. Он забрал гаста напоследок. Ёлки-палки, как он рисковал. Там, по-моему, еще секунда, и просто ядерка бы упала на этих брудов. Но Сэрл, похоже, очень четко понимает, что делает. И да, Сэрл переворачивает эту игру. Переворачивает лейтгейм в свою пользу. Он только что подчистую сражение выиграл. Посмотрите! Посмотрите на потерянные ресурсы, господа! Было минус 10 тысяч, теперь минус 3 с половиной. Сэрл полностью переворачивает исход баталии. Ну вот, вот он секрет успеха. 23 брудлорда, кстати, все еще с грейдами 2-2, а не 3-3. И 3-3 даже не заказаны. Понятно, что Сэрл просто о них забыл в сверхвысоком темпе этой игры. Тут никакой задумки быть не может, никакой экономии. Тем более, Мару пересобрал лимит. Больше Торов, больше Либераторов, меньше Танков. Да и Гастов, наверное, немного меньше стало. Вот так будет действовать Мару. Уже, похоже, никаких нет сомнений в том, что игроки добудут карту 50 на 50. И Сэрл приходит в инфестра брудлордов именно потому, что он готов с этим смириться. И, соответственно, готов выровнять ситуацию по потерянным ресурсам за счет этого лимита, который он собирает. Мару попытается дать бой вне этой линии из правых колоний. Его задумка ясна. Там все-таки споры больно много урона по Либераторам наносили. За счет чего могли чуть вольготнее чувствовать себя инфестеры и королевы. Сетям Нидуса досталось, но они в итоге вообще ничего не сделали. Можно было бы перехватить подкрепление в виде пары Торов, но Сэрл пробежал вперед гидролийскими люркерами и бейлингами. Мару как-то немного крип почистил на хайграунде, да и, в общем-то, все остановило свое наступление в том направлении. Сейчас будет заходить чуть с другой стороны, но в любом случае не с той стороны, с которой у Сэрла есть этот лес из правых колоний. Это правильное решение, как мне кажется. Очень хороший микоз по гастам. Прям там попали брудлорды, и микозы попадают, ну просто неимоверно. Микозы, напомню, когда попадают, они же не только урон наносят, они еще снайперские выстрелы сбивают, ну и, понятное дело, замедляют юнита врага. Сейчас торы начинают уже потихоньку добираться до брудлордов, ЕМП, ну как будто бы не попадает. Вообще, подождите, откуда детекция? Это сканы, да, просто сканы безостановочные бросают мару в эту армию Сэрла. Сколько же там уже радиации получили эти юниты зерга от такого количества сканов. Представляете, сканы бы еще урон наносили. Радиационный, так сказать. То есть урон стандартный, есть урон отобилок, есть еще урон радиационный, которые могли бы эти юниты зерга получать. Огромный лимит брудлордов продолжает войну с войском Терана. Уже прям, знаете, со всех сторон подступался к этой локации Мару. Вот подступился сверху. В это время, естественно, Сэрл пользуется тем, что соперник оголил тылы и идет вперед. Вновь Сэрл играет с огнем. Играет с ядерным огнем и с ядерным ударом, который прямо сейчас притеблится в этих брудлордов Сэрл. Сэрл попал под ядерку. Ну да, выжили как будто брудлорды, но потеряли очень много ХП. Мару идет вперед. В Сэрл, конечно, 7 тысяч на 7. Тут пока далеко до какой-то катастрофы. И здесь он еще очень неплохо контратакует. Сейчас, видимо, еще одного Тора заберет. И там гидролизки рядом. Орбитальные станции забирают. Это все прекрасно. А что по потерянным ресурсам? Ну, по потерянным ресурсам видно, что у Мару хорошая была атака. В том числе и за ядерных ударов, как мне кажется. Вот это войско, впрочем, можно попробовать разобрать. Действительно, Мару еще не объединился со своим подкреплением. Оно как раз сюда идет. Успеет ли Сэрл вбить клин между этими армиями, непонятно. Он подлетел брудами, забрал одного Тора. Вроде как без своих потерь, но брудлордам нужно время, чтобы отрегениться. 25 брудлордов у Сэрлла. С учетом его текущего подкрепления. И, наверное, надо возобновлять здесь добычу. Тут все еще немало ресурсов остается. И здесь, кстати, немало ресурсов остается у Сэрлла. Экономические резервы весьма ощутимы. Да и у Мару тоже. Игроки еще и близко не исчерпали возможности этой карты. И близко не добыли все базы. Сэрллу просто нужно время, да. Все эти брудлорды краснющие после ядерного удара. Всем нужно время на то, чтобы восстановиться. А вот Терну-то время не нужно. Он починился и уже пошел вперед. 14 Торов! У инфестров есть невралы. Там бы вот как-то невралами попасть по этим Торам. Но это тоже сделать не так-то просто. 25 брудлордов с грейдами 2-2. Сэрлл все еще не исправил эту ошибку. У него не максимальные грейды на брудлордов. Это не мешает ему сейчас развернуться и дать бой сопернику. Нужно как-то, да, вот так отступая, постоянно отбрасываться кучей брудлингов. Постоянно пробовать ловить соперника. Там линги внезапно вместе с бейлингами забегают. Вкатываются прямо в гастово. Версир чуть подотстал. В итоге гасты просто кайтят бейлингов. Часть была потеряна. А здесь в это время что? Брудлорды с Торами неплохо так повоевали. Осталось 12 брудов на 6 Торов невральных паразитов. Как сильно не хватает. Да, там видимо прошло ЕМП по этим инфестрам. Поэтому невралов не было Микос. Микос не попал всего по одному. Гасту хотя бы сбил снайперский выстрел. Уже неплохо. Но у Сэрла тает запас по ресурсам. Тает необратимо. Он новых карапторов брудлордов заказывает. Ну как же так? Грейдов 3-3. Сэрл так и не получил. Так и не дождался. Да, Сэрл просто все деньги вкладывает в карапторов и брудлордов. Он собирает свою последнюю караптора брудлордовую армию. Мару все еще может добывать безумно много. Да, тут по потерянным ресурсам не скажешь, что... Есть прям какое-то неотыгрываемое преимущество наоборот. Опа! Ребята, это Свармхост Алекс! Свармхост Алекс, конечно! Не мог пройти мимо финала Мару и Сэрла в King of Battles. Нет, Свармхост Алекс, куда? Ну без Свармхоста Алекс, ребят, Сэрлу будет еще более сложно. 22 брудлорда. Снова именно Ма с брудами пытается Сэрл выиграть игру в этом ультимативном лейтгейме. Ну похоже, что Мару показывает нам, что вот такой лейтгейм Терана победить невозможно. Или возможно, или прямо сейчас Сэрл сможет это сделать. Сэрл нападает. Бландит, Клауд и Фторов. Вот может быть чего не хватало в этой формуле Зерга. И невральные паразиты. Да, да, именно этого и не хватало. Посмотрите, что Сэрл вытворяет. Он таки побеждает сражение. Он разгромил войско Мару. В хлам разгромил. Опа-на. Вот это поворот. Вот это реально поворот. Осталось 5 брудлордов. Да, добычи бы еще немного Сэрл. О, тут уже Мару добывает. Вот если бы Сэрл и Грейды 3-3 сделал. И чуть-чуть бы больше ресурсов добыл. Вы представляете? Что бы он мог сейчас сделать? Да, у Мару добыча гигантская. 7 торов до заказа. О чем мы говорим? 9 факторок на карте. Из них строится по 7 торов. Мару. Мару просто добывал слишком много. Сэрл экономически проигрывает эту игру. Если бы вот эту базу добывал Сэрл. И карта была поделена 50 на 50. После такой победы в сражении. Сэрл абсолютно точно смог бы отыграться. Что ж. Как минимум Сэрл продемонстрировал. Демонстрировал нам, что нужно делать с таким лимитом Террена. Да, нужно не ловить ЕМП от Гастова. Это дело чертовски сложно. Но Сэрл это удалось. С Гастами он справился. Гастов он отсек. Великолепные Блэндинг Лауды. Микозы. Невральные паразиты. В Тор. Да, да, да. Именно такая комбинация. Работающая в теории. Вполне логично, что сработала и на практике. Как же Мару сильно вырвался вперед по экономике. Насколько Мару сейчас больше, чем Сэрла. Где? Где? Это войско зерга. Тут всего лишь остатки былого величия. Да, и Грейды 2-2. Они так и остались на этом уровне. Джи-Джи от Сэрла и Мару становятся чемпионом King of Battles в умопомрачительном матче в лучшем Старкрафтерском финале 2021 года. Друзья, этих парней не остановить. Надеюсь, что и вашу любовь к Старкрафту тоже. Для вас работал Alex007. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.